Ну, вот хочу, значит, рассказать, что произошло недавно. Прихожу домой, в почтовый ящик заглядываю. В почтовом ящике уже нет, как раньше, корреспонденции. Мы подписывали там иностранную литературу. Обязательно всегда в почтовых ящиках мы много делали. У меня семья, по крайней мере, много делали. Была литературная газета, обязательно там, чтобы программа радиотелевидения была. А как же иначе без этого? И вдруг, невзначай, у меня письмо приходит, которых я не получал уже где-то лет, наверное, пять. То есть последнее письмо, которое приходило, это Маргарита Васильевна Каманина. Мне это написала жена нашего сына, первого героя Советского Союза, Николая Петровича Каманина. Ну, это если мы вернемся к ней, потом можем еще поговорить. Вот я беру письмо, толстое такое, толстенькое письмо. Ну, это я знаю уже примерно. И на нем написано, значит, от Александра, от моего друга давнишнего, Александра, который живет в Москве. И вот он рядом со мной здесь слева сидит, да, Александр. Вот. Я начинаю читать это письмо. Вот. Очень интересно, но почек немножко, не совсем разборчивый почек. А мне интересно, что он пишет, потому что он обстоятельный. Это три-четыре листа написано очень обстоятельно, где он побывал за это время. Вот. Что он делал. У него очень насыщенная жизнь. Вот. Ну, трудно было очень прочитать, но я решил тогда ему позвонить. Я позвонил. Он, к счастью, он оказался в Москве. Я не знаю. Дело в том, что мы с ним не виделись уже около 20 лет. Не виделись. Около 20 лет не виделись. А познакомились мы с ним в Коктебеле. Мы потом, может быть, еще будем возвращаться к этой теме, но познакомились с Коктебелем и с ним. Вот. И как-то между прочим, когда мы говорили, а я собирался как раз ехать на природу ехать, ехать на озера, и я ему предложил поехать вместе, потому что у меня там хороший друг живет, который, ну, современный, я бы сказал, ну, это, может быть, неправильно, но современный отшельник, ну, не то, что отшельник. Конечно, к нему приезжает большое количество друзей, но он интересный человек, который, вот, он обрел свое счастье, так скажем. Как он пришел, который слева сидит. Юра его зовут. И мне показалось очень таким интересным, чтобы мы какие-то интересные темы обсудили, потому что эти два человека, которых я люблю, которые со мной близки очень в моих взглядах, а мне кажется, надо общаться с людьми, которые все-таки близки, потому что людей много, и чтобы на себя какой-то этот негатив не перенимать, ну, как мне представляется, вот, то лучше, все-таки лучше общаться с теми, кто тебя понимает. Хотя здесь могут быть разные разночтения. И Юра, и Саша первый раз, практически первый раз друг друга видят, они ни разу не разговаривали, и мне показалось интересным вот это все записать. Поэтому, вот, место встречи, это тот райский уголок, который себе Юра сделал на природе. Мы его особенно снимать не будем, но мы просто вот на фоне озера это снимаем, и здесь красивый вид. Сегодня плохая погода была, только солнышко недавно выглянуло. Первая мысль была, у меня очень много видео сделано, я всегда снимал дома на Хромакей, на зеленый фон. То есть, я что хочу сказать? Дело в том, что вот эти идеи, они рождаются как бы издали, издали рождаются. И вот я хотел на Хромакей, потом сижу, я долго думал, пока он еще ко мне не приехал, долго думал, и пришел к выводу, что, а зачем снимать дома на Хромакей, когда можно на природе прямо снимать, где мы с ним встретимся? Конечно, это лучше намного, это живем, как говорится. Вот. И еще несколько слов о нем. Значит, я ему звоню. Саша, когда мы с тобой собираемся, вот нам бы неплохо поехать там вот, кажется, мы сначала хотели в понедельник поехать, да. Ну, потом мы решили, потому что погода была, была жара, лучше было ехать в воскресенье. Да, я приезжаю, ты говорю, возьми билет. Он говорит, а я не езжу, говорит, самое на поездах, я езжу автостопом. Ну, я не хочу скрывать, возраст уже приличный, он у меня на год всего лишь малаша, мне очень много лет, мне 73 года целых. Саше 72 года. Я думаю, ничего страшного, что я называю ваш возраст, вы же не девушка, да? А пацан. Нормально? Ну, пацан, да, молодой пацан, да. Вот. И я, говорит, приеду автостопом. Ну, я жду, конечно, автостопом, звонит он утром, долго не буду рассказывать, звонит он утром, потому что сейчас переходим уже к обсуждению наших интересных тем. Звонит утром и говорит, Саша, я утром уже выехал в 7 утра, у нас нахожу, доехал до Балагова, правильно говорю, да? В следующий раз, когда я позвонил, я, говорит, в Чудово, это было около часа. И я думал, что он приедет где-то вечером, думал, что он будет часов в 5 вечера приедет к нам. Ну, потому что от Чудова-то, в принципе, не так далеко. Но история такова оказалась, что он задержался и приехал только на следующий день. Он, немного забегая вперед, хочу сказать, что, когда он позвонил, я говорю, вот на такое-то метро такое-то, там где-то 5 километров, не надо, не надо, я пойду пешком. Я пойду пешком. Он сам уже об этом, я только одно хочу сказать, человек привык пешком ходить. Ну, здесь он ехал не босиком, а так он ходил босиком. И по Москве. Вот он сам потом расскажет, я его спрошу. И зимой ходил в одной рубашке. То есть он интересный, уникальный человек. Интересный, уникальный человек. Вот. Ну и вот, я думаю, что можно, наверное, переходить уже к нашему обсуждению. Мне кажется, что наиболее интересная часть, к которой мы сейчас перейдем, он, для того, чтобы вам познакомиться с нашими героями, я бы все-таки, наверное, хотел, чтобы они немножко рассказали о себе. Давайте сначала с хозяина, с которой мы сидим, да, с Юры, с хозяина. Я самый молодой. Ну вот, да, самый молодой. Сколько лет ты не обязательно можешь скрывать, это не имеет значение. Мне 65 лет. Ну, я еще бодрый старикат. Да, да, да. Вот. Значит, ты можешь все рассказывать, что хочешь, что ты считаешь о себе, ну, интересным. Ну, может, где ты родился, в Питере, там, или где, вот. Ну, я-то самый из Санкт-Петербурга, это все знают, вот. Ну, можешь сказать о родителях, я не знаю, что ты считаешь нужным, да. И как ты к этому подошел вообще? Вот, нам просто интересно. Саша, вот не знают же, правильно? И нам было бы это интересно, да. Нам интересно. Ну, у меня принцип смотреть вперед, не оглядываясь назад. Многие задают вопрос, а кем ты был? Я иногда начинаю вспоминать, кем я был. После, когда подхожу к зеркалу, мне становится мучительно больно. Чем я был, я уже никогда не стану, так вот, ну, вот. Поэтому прошлое, нет, оно живет, оно нормально, оно имеет право. Ну, это уже прошедшее, это уже неинтересно. Это уже интересно мне самому объяснять так, вот, кому-нибудь другого свое прошлое. Ну, я тот, кто есть, на самом деле, сейчас, а не тот, кем я был. Сейчас я 15 лет живу на острове. Я, конечно, изменил все свои взгляды, и все изменил. И сейчас я, наверное, совсем другой человек, так вот. А кем я был, да это уже не считай. Потому что я весь впереди, так. Ну, а настоящая тогда, ну, опрос, чтобы я понимаю, ты не хочешь говорить, а настоящая? А настоящая все. А у тебя же семья есть, наверное, и что-то? Нет, нет, нет. Я богатый человек, так вот. Вот. Как я всем рассказываю, женщины обманывали меня 4 раза. Сначала жена родила двух дочек, потом две дочки родили мне двух мучек. И я понял, что писать книгу, сажать деревья, ты в жизни не можешь. Ну, наконец-то, младенькая мне подарила внука. Все, это моя надежда. Это я, который видел, да? Да, ромка. А, это я видел. А, ромка. Внук, замечательный. Внук, да. И я ему обеспечил счастливое детство. У нее есть собственный пиратский корабль с домиком на деревьях, с каютой капитана. У нее есть две пушки на острове. Стреляющие. А чем они, кстати, у нас, вы как-то, чем они стреляют? Петарды. А, петарды, естественно. Петарды, да. И чтобы усилить их, я туда порох добавляющий двойной петарды делаю и стреляют. Ну, покажу вам, как они стреляют. Ну, да, да. Чупа. Понятно. Вот настоящий хозяин у нас. Да, вот он хозяин сзади. Молодец, он гуляет. Он, кстати, великолепно смотрится там на заднем плане. А так, я доволен своей жизнью. Полностью доволен. Я не убегал от того мира. Я не отшельник. Я не убегал от того мира. И мне в цивилизации тоже было комфортное, нормальное. У меня и дело было, и достаток определенный был, и налаженная жизнь. Так, ну, тут я счастливый. Так, я полностью счастливый. Я вспоминаю эту жизнь просто, ну, как скачки. Так, вот, кони идут. Ну, может, не по кругу, может, постирать. Ну, у каждого за спиной, конечно, тележка, в которой мы складываем все, что нам надо. Своих близких, своих родных, своих друзей. Ну, свой достаток, свой. Все, 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 все. И со временем уже ты не в первой десятке. Отстаешь, отстаешь. А тележка все тяжелее, тяжелее. Может, если есть такая возможность по максимуму разгрузить тележку. Нет, что-то не разгрузят. Ети остаются, жена остается. Обязанности остаются. Но когда, вот, грубо говоря, служебные обязанности, так, это может не работать, так, вот. Разгрузить по максимальной тележку и выйти на газончик. А там травочка, там, где дорожка беговая. Когда ты даже соревнуешься с каким-то... Где между, кто ты? А там просто травушка. И вот сидеть спокойно, замщипать травушку и наблюдать вот за этой суетой, которая постоит мимо тебя. Вот, наверное, и все. Да. Ну, вот мне интересно вот что. Мне всегда это было интересно. Я... Кое-что я задавал тебе вопрос, я знаю, но то, что меня привлекает. Все-таки это, ну, не очень, ну... Расстояние от цивилизации все-таки. Нет, ты хочешь правду мать. Так. Нет, 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 я еще пока не про это. Я расскажу, просто я суеверный, я расскажу, да. У меня были, ну... Нет, я... Подожди, ну не перебивать. Хорошо. Рассказал я... Да, я в принципе сильно приболел, перспективы были нерадостные, совсем нерадостные, поэтому я продал свое дело, попрощался со всеми, собрал на эти деньги, купил лодку, в которой материалы и поплыл. Тяжело было, очень тяжело, но он был один. Хочешь сдохнуть, вздыхай. Не хочешь сдохнуть, работай. Мне надо было за лето построить дом, такой дом, чтобы в нем можно подлинуло. И первые зарубки, я как Робинзон, так положено же, первые зарубки на кисяке, там, веранды, так, я делал через 5 сантиметров каждый месяц. А после, так, вот, у меня, так, вот, обнаглел, уже прибил планочку, сейчас через каждый сантиметр, так. Вот, и в какое-то время я перевязывал эту планочку, так, и сейчас уже дошел больше середины. Ну, надеюсь, если, боженька, так, вот, на меня не обидится, так, вот, думаю, по крайней мере, эту планочку до конца добиться. Ну, а там, там как бы удостоверить. Вот, примерно, так. Я не горжусь тем, что я совершил, просто я кончил институт физкультуры, я, примерно, знаю, до... Лесгов-то, да? Нет, военных, военных. А, военных, да. Я, примерно, знаю, до какой степени можно шатать и ушатать организм, вот, выйти на второе дыхание, а выйти на третье дыхание. То есть я, примерно, знаю, что, по идее, это не ограничено себе человеку. Поэтому, вот, я принял такое решение, не знаю, справлюсь или нет, но, вот, доктора мне говорили год-два, ну, вот, я неделю назад 15 лет разменял там. Ну, да, ну, да, уже 15 даже, ой, как быстро время это бежит. А ведь я хочу сказать, я-то здесь 45 лет в этих местах-то, да, 45 лет уже, поэтому мы и встретились, да, абсолютно случайно здесь с тобой тоже. Саша, я сказал, что встретились мы с ним в Картемеле, вот, а здесь-то мы с тобой встретились именно тоже, я, кстати, и не помню уже сколько лет, но прилично. В то же время бежит очень быстро, прилично. Я-то тебя вот что хотел спросить, на самом деле, не то, что ты рассказывал, почему я, извини, тогда тебя пытался перебить. Ведь, по сути дела, ты живешь здесь почти все время, ну, и, ежели, весной, и зимой, и летом. Это новый год, новый год ты, наверное, и бывает, и уезжаешь? Нет, 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 нет. Все равно здесь? Нет, я стараюсь, ну, стараюсь. У меня жена, у меня дети, все-таки, да. А, да, 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 да. А Дедом Морозом кто работать будет? Но зимой все равно здесь, да. Я помню, как ты у тебя спросил, мне было очень интересно, потому что вот в этих местах я видел, что здесь удивительно на островах, ну, во-первых, даже такая мелочь, змеи переплывают, вот такие колоссальные расстояния, километры переплывают. Мне мои друзья рассказывали, что здесь, они видели, лоси переплывают тоже, вот вылезают, лоси переплывают. И кабаны даже здесь, да, и кабаны, и как ты рассказывал, я помню, что ты лучше расскажешь, когда здесь и хищники еще какие-то бывают, да, ты рассказывал? Ну, вот первый год, так, вот, колотый лед был, ну, колотый лед, и вот мать дура, рысиха, так, вот, повела с собой трех этих самых котят. Ну, котят уже такие годовалые, со спаниеля примерно, да, ну, в принципе, я понял, что она на Кельполу, потому что кормовой-то базы нет, а на Кельполу, да, там открытая вода. По льду они, да? Ну, пойду тут было, да, а там дальше на Кельполу, да, ну, в принципе, вот, это, это же борьба за выживание, так, да, да, или я, потому что рысь, она, а тем более голодная, ну, пришел сложить их всех. Ну, что, ну, куда их, так, а маленькие, им не прикормиться тут, то есть, понимаешь, ну, или бы они сажали моего кота, так, вот, или меня поцарапали. Ну, и единственное, что, так, вот, я вот одного рысенка уже подпустил на берег, ну, я его недели-две ел, так, мясо вкусное, питательное, и, кстати, интересное мясо, на него какое-то, вот, ну, что, вот так, вот так вот. Вот, первого кота моего съела лиса, вот, уже второго кота, так, вот, лиса тоже пришла, начала его выманивать, вот, ну, метров десять от дома, ну, во что дверь-дите, типа, пойдем, пойдем, вот, хозяин, так, в драку лезет, так, вот, я ее за штирку домой занес, так, пришел, то есть, и она сидит, я говорю, ну, уходи отсюда, вот, просто отсюда уходи, так, ну, она меня вот три метра попустила, вот, так, ну, уже пришел сложить, а выходят, то есть, это не жестокость, а так я кружью уже, ну, лет пять, наверное, ну, так, я в свое время настрелялся, так, если собрать все гильзы, которые я выстрелил, да, ну, это, наверное, больше железнодорожного вагона, например, поэтому косты, луточек не трогаю, они вкусные, да, они красивые, живые, так, чем кому-то перед, и, опять, я уже дружелю не трогаю. Сашка, если у тебя вопрос возникает, ты тоже можешь, конечно, я-то восстановлю, так скажем, буду вести меня, если у тебя что-то идти интересно, я думаю, тебе, потому что... Сашка, если у тебя что-нибудь, волк, медведь тут есть? Нет, медведи, ребята, остров маленький, 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 километр, тут нет кормовой базы, километр где-то, да, а этот, один раз переплыли эти самые свинюки, так, сюда, кабаны, то есть, вот, они траншею прямо рыли, так, ну, а что тут, ну, порыли траншею, такие серьезные каналы, так, вот, питаться нечем. Лоси, так, вот, и лоси, и косули, ну, они обычно переплывают на остров, отдыхают, и километра два, уже большой остров, километра двадцать поперечника, и они у меня, как передохнут, ну, я их тоже не трогаю. Ну, что, года три назад, косули, ну, буквально, вот, метров в десять, да, выплывала, да, ну, что она уставшая, так, вот, и красивая, кажется, ну, молодец, она так устала, что от меня даже не шарахало. Понятно, да. Я метров на десять подошел к ней, так, я говорю, да ладно, типа, отдыхай ты и так уж, ну, так, все зависит от кормовой базы, была бы она, ну, да, естественно, а что тут медведи делали, волки, да, видел, пробегали несколько раз, одиночки не ставили, там, видят, а волков видел, все-таки, да, 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 ну, это зимой, наверное, да, зимой, да, зимой, зимой тут практически постоянно лисицы, так, вот, лисиц много, да, да, джальчики, наверное, зайчиков нету, да. Бобры? Не, ну, говорит, ты чё, бобры, им запуды нужны. А тут это самое, вот, 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 вот. А из птицы я курапаток видел, здесь, курапаток много, вот, на этом, на соседях, да, да, лухари, кетереваток, лухари даже есть, да? А, лухари, да, да, ой, такие. Мне кажется, я... Какие петухи хорошие. Сов, слышу, ухола, совы есть, да, ухола, ухола. Мне, мне ребята говорят, заведи курых-кроликов, так, ну, Я говорю, вы увидели Фиена, так, у него лапа, так, чуть меньше, чем моя рука, так. И он скажет мне спасибо и за кроликов, и за курки, и за все остальное. Ну, ясно, да. Очень интересно. Я думаю, что мы еще по ходу дела, по ходу разговора, может быть, будем возвращаться, мы можем когда угодно, мы совершенно свободно разговариваем, общаемся. Просто я вот этот планчик-то писал, я уже говорил какой-то, для того, чтобы какой-то все-таки, ну, канва какая-то была определенная. А вот Саша бы тоже рассказал, потому что я тоже о нем не все знаю, на самом-то деле. Я здесь о нем кое-что новое узнал. Дело в том, что, еще раз повторяю, что мы с ним где-то 18 лет назад познакомились. Я знаю, что он москвич, вот, но почему-то в Питере учился, вот у нас в Питере учился. Я поэтому хочу, чтобы он немножко рассказал о себе. Я-то уже что-то мне сказал, но Юра не знает, вот. Вот, Саша, расскажи немножко о себе, да. Да, Саша, мы только-только познакомились. Мы только познакомились, я вам сказал, да. Говорить Саша нам поговорить не дал, так, ну, особо. Ну, мы все торопились, мы все, мы все, вот сейчас мы не торопились, и я хоть с тобой познакомился. Да-да-да-да-да-да-да. Короче, в феврале 98-го года я в Индии поехал к Саибабе, очень серьезно заболел, и в деревню Потапарчик. Это кто его называет аватаром, кто святой, кто психиатр. Короче говоря, он родился в бедной крестьянской семье и с трех лет творит чудеса. Ну, он меня вылечил, стопой коснулся его, из родителей материализуется серо-розовый пепел, в Бибкуте по чайной ложке вёл, и менял каждый день по трествованию своего плацкого. В Ножмину пошёл, будь знаменит. И познакомился, и у него очень много людей из разных стран. Из Аргентины, из Австралии, и там я познакомился с питерскими ребятами. Гитарист Игорев Ковалевский, Олег Ернил, драматург, Таня Игнатьева. Мы ходили постоянно там в Южной Индии небольшие горы, ходили купаться. И они мне говорят, что приезжали в Коктебе. Ну, а я к тому времени уже часто бывал в Крыму. Володь, попозже позвоню, ладно? Нет, нет, я на острове, попозже, сейчас занят, позвоню. Я оказался в Ялт. И из Ялты пошёл пешком до Коктебея. Эти шлёпанцы где-то развалились у меня, где-то по Асквальту шёл, где-то в Рыбачьем ночевал, где-то в Москву, ну и вот пришёл в Коктебеле поселился на озелёнке. Там Рома, Василиша. Ну, я их знаю. Это второй дикий пляж был, где Юнга этот камень громадный. Да-да-да-да. Я похоронен Юнге, да, профессор Юнге похоронен. Основатель Коктебеля. И с 98-го года я как раз начал систематически голодать. Проблем со здоровьем было очень много. Даже врачи, которые 6 лет учились, они говорят, к бабушке, к дедушке, к заказу. Ну, больничный дадут на 3 дня и всё. Просто я работал на киностудии в Москве, а там, если не пьёшь, не кушаешь, зачем сюда пришёл? И там очень ценится, там алкоголь, кто в Кашинке лежал, кто в Гадушкина, там вот они родились. Ну и, короче говоря, заработал серьёзные болезни. Тоже в этих организациях был, только никакого нет. По 13-15 таблеток каждый день принимал, от них только спешил. То есть уже ни мужика не работал. Ну, вот Саэба-баба мне здорово помогал. Ну, а так, действительно, родился я в Куйбышеве, сейчас это Самара. Матушка оттуда родом. Ездил меня оттуда рожать, потому что родственники врачи, чтобы подстраховать. А так, мы с к четвёртого поколения. Семейное предание говорит, что мой дедушка, то есть продед, это в Шадринске жил, в 80 километрах от Кургана. В 10 лет убежал из дома, уже на скрипке играл, капельмейстером стал, дирижёром, контрабасистом. Женился на Сибиревске и приехал в Москву. Жили на Таганке в Дровяном переулке. 11 детей у деда было. А сейчас ты бежишь, где-то там, в Кургане. На беговой. На беговой. На беговой, живёшь? Понятно, ясно. Ну, вот 11 детей было. Все, кроме Маршева, окончат консерватору. Так что вот. Я когда был, значит, ну, он должен был ехать, мне всегда интересно, я вообще со всеми людьми, кто, с кем я хочу познакомиться или там что-то. Да и не только, кого я знаю. Если время, конечно, позволяет, я всегда интересуюсь, ищу по, ну, по интернету ищу. Я нашёл тебя, значит, там, по-видимому, твои там, что-то твои родственники. Да, музыкантов. Очень много музыкантов. И, скорее всего, они есть. Ну, это неважно, в конце концов, ты. Это неважно. А сколько времени ты занимался профессиональной деятельностью вообще, и потом вот перешёл? У тебя же другой образ жизни сейчас, по сути дела-то. Ну, расскажи о своём образе жизни сейчас. Как ты проводишь время, что ты делаешь-то? С 71 по 73 год я служил в Азии. Полгода была в Атиллерийском участке, БМ-25. Машего сержента дали, а мы на Перейске. Это на Камчатке, да, как раз? Или нет? Это был человек под Хабаровском. Здесь все вывели из строя и развёл. И или там, скажем, Петрофавловск-Камчатский, и зенитные пушки какие-то, с ними, или мировые. 400 человек в дивизии Лунии, половина Средней Азии, одного призыва все равны. Вечер иногда бывал сильный в туалет-цитологию, пока нас ушли. Так что вот он полтора года отслужил. Ну, отслужил, а дальше ты по рабой, по специальности работал своей, по-другому, тропическим? Да, немножко расскажи. За два года в армии два раза вывольнение. Так что мечта опять поехать на концерт. Зимой нас возили к подножию Козельского, ой, летом, к подножию Козельского вулкана на Стрельном. На три месяца. А зимой на месяц. Ну, потом, перед армией, у меня музыки, родители, дети не учили по определенным обстоятельствам. Это же надо шестилет заниматься. Ну, и, короче говоря, а у меня в школе хорошо химия шла. Ну, физику я просто цепляю. И вот те... Эт, разделы, которые связаны с химией, я прекрасно знал. И по телевизору была река, поступайте в институт Стали. Ну, поступил в институт Стали, исполнил полтора года... А ты не только это окончил? Это перед армией. Не окончил полтора года провучения. А, провучился. И выпиваться. Это разонравилось. После армии это слегка поступил в Лихановский народного хозяйства и устроился в научно-исследовательский кинокольский институт. Старшим лаборантом. Но работы-то никакой нет. После армии мужик должен бумажки таскать. Мне дают работу, я за три часа сделаю. А остальное-то время мне что делать? Ну, курители в карты там играют. И, короче говоря, я... И, короче говоря, я познакомился с одним там сотрудником. Он говорит, не пойдите тебе на мой смен-пицец комбинировать съемок. Матушка, говорит, ни в коем случае. Это клак, а это помойка. Это я потом об этом узнал. Ну, позвонил, у меня взяли. Механиком по обслуживанию аппаратуры. Это четвертого разряда. 62 рубля 50 копеек. Ну, а когда-то я в командировке еще суточные 2,60. Сейчас я понимаю, что если не пить, можно на них вполне покормиться. И меня быстро продвигали, потому что после армии я любил работать. Мне кто-то сказал, как Беларусь. На работу я ни разу не опоздал, на работе не пил, а после работы кулакал. Тем более, справа на проходной студии был магазин и Аужирская, и Солнцедар, и Рубль, и Рубль, и Рубль, и Чешская по Рубль-2. Там и розовая, там и красная, и белая, там и нецная. Какие названия? Да, да, да. Мастагия, так вот. Ну, да. Это прожимочка под две пачки, и кулакалу курил. Причем дукатовская, девская, не котировка. А, ребят. Вот мы двое суток вспоминали. Да, извините, перебью. Да, да, ничего, ничего. По поводу воспоминаний. У меня лежит пачка Беломура 1982 года выпуска. Да, я ее открыл, правда, да, и когда ребята приехали, ну, тоже деды такие же, как я, так, дал им, так, вот, кощечок забили втроем, так, вот, и вспоминали. Это, может, уже невкусно, так, но это было, как и Гзюпери говорил, вода рождается из света звезд, из скрипа ворота. Это вот, вот, вот именно, как ты начал говорить, так, вот, про солнцедар, про свет. Да, да, да. Что, ух, душа, душа, скажу, что вы знаете. Мы все это прошли, мы это уже все прошли. Ну, конечно, ну, конечно, я не считаю это нормально. Мы на этом выросли, да, да, и мы, и я, мы это. Нет, мы все выросли, да. Когда человек, грубо говоря, осознанно бросает пить, это понятно, это его решили. Да, да, да. Но когда молодой парень так говорит, «А я не пил и не пью», ну, это как-то, ну, страшно, как-то. Ну, да, конечно. Кстати, сказать, когда мы с ним предварительно говорили, ой, нет, мне, наверное, не надо даже об этом, потому что в конце этого я, как бы, у вас интервью беру, поэтому не нужно мне своей точки зрения. Хорошо. Значит, и потом ты в кино. Когда ты закончил кино или ты что-то еще хочешь здесь рассказать? Ну, так. Да, да, извини. Ну, поступил, я, значит, в Прихановский на вечерний, это, в Товроведнию, Пронтован. И поскольку я из армии, мне сделали старосты курса. О! Ну, и четыре группы по 25 человек. Ну, это и общественную работу я никогда не любил. Ну, и где же, ну, и там обучение довольно простое. Если, например, ходишь на занятия пятерки-четверки, а не ходишь в трое-четверки, можно было до конца. Сейчас я понимаю, ну, любой институт можно кончать, даже можно и не кончать. Ну, и потом решил перевестись в ленинградский киноинженер. Он, ну, это собирал бумаги, послал в Ленинград, а они потерялись. И через год я приехал там в деканат, говорю, где мои бумаги? А вот мы их тут в шкафку вложили. И, короче говоря, на механический факультет. На механический аппаратур. Первые три года в Москве вечерняя система, ну, на машине работал, шесть заканчивается и надо успеть на Шевченковской номере в восемь остановок на автобусе. А последние три года четвертого года сейчас стою в ленинград. На шестернинград переезжали. Фонтанка 51, общежитие, и за 40 дней я там все выжимаю. Понравилась вода очень хорошая. В Питере. В Питере, да. Она очень мягкая. А я люблю ее. И, видите, перебиваю, ребят. Ну, можно, да. Конечно, как же. Нужно. Ну, как можно, даже нужно, да. К стоматологу, так, вот, в Монголии пошел, так, вот, она так посмотрела мои зубы. Питерица, я говорю, Питерица, у вас сразу по зубам можно будет. То есть, вот, мягкая вода очень, да, и у всех питерцев первая проблема зуба. А так, нет, она мягкая, хорошая, так. На вкус, он имел в виду на вкус, наверное, когда говорил, на вкус. Ну, вот, мне сразу сказали, из Питера, так, ну, профессионал. Ну, да, понятно, да. Хорошо. Ясно. Понятно. Ну, и, а потом, после этого, значит, как у тебя развивалось, да? В настоящее время ты, ты же не работаешь, наверное, да? Ну, закончил институт. Закончил, да. И год еще я поработал на Москве, были серьезные болезни, и решил, так сказать, работу полегче. Опять в кинофотоинститут, то есть в госминитинфотофорект. Меня инженера-механика взяли на должность инженера-химика. Но когда ты 15 таблеток принимаешь, ты никакой не работаешь. Это просто беда, просто спешка. Так что ни одного научного открытия это я не совершил. У нас аэрофотопленки мы делаем. Причем черно-белые. В Японии была уже тогда пленка 8000 единиц цветная, а у нас 500 единиц черно-белых. А цветную-то сложнее сливы. Конечно. Ну и на 200 тысяч сотрудников, по моим оценкам, человек 20 баллов толковых. Остальным надо было в другом месте работать. Люди не на своем месте. Там, конечно, сухо, тепло, платят по московским понятиям, мало. Но зато это ничего не делали. Ну и, короче говоря, там даже большая работа. Ты за столом сидишь и дымашка. Передвинул этого. И в туалет пошел, и этот чайник воды набрал, и целый день тебе кипятишь и ведешь балетанские разговоры. Там уже все переженились, там перекрестные опаления. Вот такая у нас наука. Я просто удивился. А безделие это хуже работы. А я тут своих дюймов что-то не понимаю. Лучше на любой работе работать, как Лихний Крайлович Толстой говорил. Самое страшное это безделие. Самая грязная работа. А какое было соображение. И дело в том, что у наших ученых были хорошие наработки. Но когда они дойдут до потребителей, ничего хорошего нет. Меня посылали в шостовский комбинат, где поливали пленку. Мне надо было сотрудниками следить. Например, температура полива плюс-минус полградуса. Это очень много. Это время с точности до минуты должно быть рассчитано. А сотрудники в ту бушку сидят. И мне надо было их гудить, чтобы на кнопочки-то нажимали. Прямо как-то смотришь. Ну и потом от этого безделия я, конечно, ушел в соседний институт. Это опять кинофотоинститут. Никита научная связывательная института. Там самая интересная работа была, когда нас привозили в подшипный колхоз. Под клином там Захарова и в 13 километров с Паззаулок. Сено косили там. На эстакаде разделяли картошку от камней. В поле работают. А когда в поле работают, а тело тебе привозят. А потом на работе там еще отгулы дают. Смотря как договоришься, и это с руководством. Ну, все-таки на свежем воздухе. Самогон за 5 рублей на корея был. А что дорого-то тут? Какие годы? Ну, это 85-88 год. Выпьем. 5 рублей самогон? Да, тогда был. Так литр. Ну, я понимаю, что литр, так вот. Я не знаю, что это стало. Самогон только литр не мерит. Да, я тоже думаю, что литр, наверное, как еще. Наверное, литр. И когда работали в этом кинофонсто-институте, это в лаборатории стерео-интимотографии, где-то в 85-86 году нас пригласили консультантами на стереоскопическую картину. Ну, это вторая роль Оли Камов снимал со студии Горького режиссера Махара. Он все время был вторым режиссером и великолепно снял. И оператор постановщик Сергей Журбицкий. Стереокартина, она снимается не на 35 миллиметров, а на 70. Ну, да, чтобы две, давайте. Это специальный объектив. Правый глаз, где правое изображение, левое, левое. Подводные съемки там были. В общем, ребята хорошо с этим обето справились, студия Горького. И мы там просто как консультанты были в Ялту. Кстати, когда в Ялту приехали, поселили нас в гостиницу там. И этого Юматова и Георгия тогда просто выгнали. Просто я на все время пил. А потом он говорил, я фронт прошел, а работа на киностудии это еще сложнее. Просто пить раз меньше. Материальный мир и так ничего хорошего нет. А мы еще усугубляем, делаем себе хуже. Смотрите, ребята, мы опять возвращаемся к проблеме пьянки. Ну, да, да. А мы, кстати, об этом еще поговорим. Обязательно поговорим. Поговорим об этом. Это у меня преданное служение. Слушай, а я... Господа офицеры, так вот... Ну, если с утра я не пьян, значит, не урон. Да, 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 да. Нормально. Да, 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 да. Ну, так я говорю, сейчас вот по стране держу, это жутко, что творится. Например, лет 15 назад в Толезе не было, где колокольчик, так. Вот там 17-й житель, это коррекционная школа. Физики, химии, математики нет. И я с девчатами говорю, умные глаза. А девочка говорит, а вы сумасшедшие. А я говорю, кто тебе сказал? У тебя ясные глаза. Если одного ребенка взять, из него можно сделать деньги. А когда их стаде, 30 человек ничего не получится. То есть, короче, там, это папа там выпил, умер, чермо посадили, мама бросила вода, бабушка с дедушкой не вечная, дедушка раньше умирает, и они дают воспитателям. Ну, а воспитатели-то вот мне нравится, Макаренко там, Бегерская камера, это Ушиневский, это Республика Шкиф, Геннадий Иванович Павловка снимал, а другие просто чиновники. И дети мы им не нужны. Ребят, можно я перебью? Конечно, как и нужно. Опять, не, опять по вопросу, я... Ничего, так у нас разговор, постоянно разговариваем и все. Конечно. Вот картина, которая врезалась мне, вот, вот, действительно, я ее представляю, вот, в цветах, красках, так, все. Человек подшился, там, прошел срок, вот, ему надо развязать. Вот, выпил рюмку, так, вот, и вышел в окно. Но дело не в том, так, вот, я приехал куда, и так все красиво. Селедочка, бутылочка запотевшаяся, стаканчик, вот такой натюрморт, ну, вот, не выпить, ну, то есть человек готовился, вот, все, устроил не просто так, вот, набухаться, а вот выпить рюмочку вот под такую закусочку. Вот такой же, и вот на всю жизнь у меня в память врезался, вот такой натюрморт, и, грубо говоря, и человек вот так вот, видно, видно еще торпеда, это действовало, и нет. Да, да. Он просто взял и вышел в окно. Ужас, ужас, да, да. Ну, что сделаешь, да, к сожалению. Я думаю, что мы можем потом, у нас времени достаточно, к счастью, пока еще время есть. Я почему это говорю, потому что у Юлы постоянно колоссальное количество гостей. Когда мы приехали только, это еще, уже, получается, два дня назад, время бежит быстро очень, на самом деле. Я приезжаю, ой, я не должен говорить, конечно, 10. Да, ничего, ну, уравейник. Он мне сказал, 10 человек, а там 15 человек, где-то 16, да. 19, когда я по головам после перестал, да. Ребята молодые, ужас, ужас, да. И постоянно, когда приезжаю к Юле, постоянно колоссальное количество друзей, одни, другие, байдарочники, всякие, поэты, писатели, интересно очень. Я на секунду всего лишь это сказал, и больше... Нет, Саш, я, во-первых, денег не беру, ну, многим нравится, даже, ну, вот. Не потому, что я богатый, ну, что так это мои друзья. Если я буду брать деньги, они будут клиентами и отслуживающим персоналом. Да, да, да. Того, того не стоит. А так ко мне люди приезжают, проклабают мимо. У меня довольно, ну, красиво не скажу, ну, необычно. Так, поэтому останавливаться можно к вам, пожалуйста, так, приезжают, смотрят, так, вот, становятся моими друзьями. На следующий год уже приезжают. Вот как мы с тобой, да. Саша, как мы с тобой сидели. Вот как Юра вы сидели, да. Вот я проходил по острову, смотрю, стоянка стоит, пригласил в гости, да, вот вы пришли, как Юра, так. Ну, да, да. Вот, с Сашей познакомился, надеюсь. Нормально. Твои уже годы идут. Да, надеюсь, общаться, так. Да, да, да. Чувствую мы, грубо говоря, ну, не по плану жизни, но у нас, по-моему, так, бог одной поварюшке так вот, что за белку дал. И вот поэтому, я хочу сказать, вот поэтому мы когда вот родилась вот эта идея, вот, ну, снять, с чего я начинал, помните, да, поэтому у меня такая, родилась такая идея, вот этот наш, я не знаю, сколько получится еще, мы говорили об этом по времени, родилась идея вот поговорить вот о смысле жизни вообще-то, для чего мы живем, о смысле жизни, и мало кто говорит. Я считаю, что у нормальных, умных людей не может быть запретных тем. И вообще у людей, которые вот так, ну, думают о жизни, не может быть никаких запретных тем. Они могут говорить на любую тему, если люди говорят нормальные, если у них добро от них происходит. Я не хочу на себя переходить сейчас. Вот. И о смысле смерти тоже, потому что это интересная тема очень. Потому что, хотим или нет, мы все равно приходим к понятиям веры и надежды, и любви. Поэтому мне интересно вот такое вот, хотел бы вам вопрос задать. Ну, вот, вот Саша, наверное, сейчас начнем, например. Его подача. Мы, я примерно стараюсь по очереди делать, чтобы у нас уравновешенно как-то это было, да. Вот, Саша, вот отношение твое к религии, как ты относишься к религии вообще? Потому что у нас в мире много разных направлений, там, буддизм, только христианство, несколько ветот разных. Ну, можно любить, например, две религии, мужская и женская. Женская что-то непонятное, аморфное, темное, таинственное. А мужская это дяденька с бородой. Нет, я имею в виду к религиям, которые в общей конфессии, а к этому не имею в виду, да. Одно дело Бога, а другое дело религии. Люди выдумывают, например, у человека должны быть два холодильника, в одном молоко, в другом мясо. И не дай Бог это смешивать. А я считаю, надо ни мясо, ни молоко. Эй, это не езж. Вот я сейчас вот эту рыбу ем, потому что повар великолепный. Берешь это, во рту тает, а так я ее не ем. Это повар от Бога, так сказать. Повар наш, а, ты, Миш, нашел поры? Да. А, нашел поры? Да, да, да. Он в кадр не попал просто. Юр, слушай, раз о тебе заговорили, у меня просьба. Сходи, пожалуйста, в дом. Хозяйке скажи. В общем, прямо идешь по коридору. Познакомься, кстати. Там в хлебнице, так вот, пакет с сухариками. Принься, пожалуйста. Ну еще, все это что-нибудь последнее. Я, на зиму я себе заготовлю еще. Вот. Конфессия, да, мы остановились на том, что отношения к конфессиям разные. У меня вопрос такой тогда, вот, мне просто интересно. Я ведь хочу сказать, мы ведь, когда он приехал ко мне, мы с ним, почему я очень много забыл, мы с ним двое суток говорили, беспрерывно говорили двое суток, мне с ним очень интересно беседовать. С Югой тоже, когда мы встречаемся, мы тоже очень долго, по мере возможностей, твоих, кстати, возможностей, у меня-то возможностей есть, а у тебя возможности ограничения. У хозяйства. А здесь есть возможность просто поговорить, потому что в данный момент ты завтра опять поедешь, потом еще неизвестно, что будет послезавтра. И я это всегда знал и понимаю это. Ну, я сегодня он, сегодня сорвался, поехал. Да, сегодня уже ездил, да. Вот. А сейчас, по крайней мере, есть какое-то время, и мы решили вот такой, пока белой ночи еще, кстати. Потому что белая ночь начинает смеркаться только где-то еще в 10 вечера примерно, поэтому свет позволяет. А вот, кстати, здесь возвращаясь, а как ты решаешь проблему вот света, потому что... Солнечная батарея. А, вот ты солнечную батарею уже поставил, да? Аккумуляторик все. О, здорово. Аккумуляторик. И генераторы у тебя, наверное, есть? Нет, генераторы. Четыре генератора сжег. И шумят они, да? Шумят, бензинь. У тебя экологическое получается, да, все это, да? Напряжение скачет. А мне, в принципе, что, телефон подзарядить до планшет? Посмотрите. А у тебя большие панели, что ли, да, солнечные? Нет, 50 на 50, но мне хватит. Хватает? 50 на 50 хватает? Солнечный день хватает, чтобы зарядить автомобильный панель. Мне все время хочется с мамой, ну ладно, то, что мы на самом деле беседуем, бог с ним, я пройду эту тему. Хорошо. Что это, хочешь еще добавить? Ну, религия, она вообще во многом надуманная. О религии. Я же в монастырях мечей этих жил, и эту, Тору изучал. Ну, и здесь авторитетные евангелия, действительно, как, как питается. Мед, орехи, молоко, полевые травы. Чужого ничего не надо. Остальное ведет к греху, боевые сумки. Двухразовое питание, и не больше одной имени. И это по полкилограммы, все ясно. Потом находить эту тыкву с длинным стеблем, скоблить ее, в воду туда и в закладу. И должна выходить оттуда прозрачная вода, как пенричная. А если и это злобония, это сакония, и снижавшаяся кауни за столевую, и сказано, и глиститам, и вирусы, и микробы, и полипы, и глисты. Вот к этому надо идти, потому что при везде идут больные люди, а их надо лечить. Я как-то на подъезде у себя увидел объявление, организация снимет квартиру. А это кришнаинки. Несколько монахи на меня поселились. Ну что, дело хорошее. Я в 7 утра и в 17.30 приходил на лекцию, ставил штатив камеры. Меня интересовала наука. То есть я понял, где в Грибове науки. На любой вопрос ответ. Ну, они здоровые в жизни не ведут. У меня эти, так называемые, матыши, которые и дрались, и матерились там. Дело в том, что если женщина без любви живет, она в столице ума. Ей любовь нужна. А любовь у них, Камасутра, под запретом. Велика нам, да Кришна, не Муртира, на Кришна, под запретом. Голодать им нельзя. И поэтому просто больные люди. Людей засовывают в узкие рамки. Я говорю, вы ходите по улице, книги продаете. Только магазин надо сделать, чтобы никто не смеялся. А лекции хорошие. Это с лопни. Поэтому везде надо что-то хорошее видеть. И с тех пор, я это правильно, дядя Георгий это заметил, у меня бзик на борьбе с мясом. Я хотел, чтобы весь русский народ всю планету бросил пить. Недаром академик Ландау говорил, бокал шампанского и перед целый месяц не работал. Я на себе проверял, бутылочку пил и выпил, уже не то восприятие. Я книги читаю. Я это насосил со свалок разные книги. Из библиотеки у меня было по пояс забалено. И кухня была забалена спать нею. Кое-что я прочитал, а теперь беру уже 25 килограмм книг и несу в библиотеку на Букросе. Вот эти 30 томов бальзаки, это для литературы. Веду надо мне даром, мне надо. Если моем мы там бальзаки, там эти Шекспиры, Диккенса, Достоевски. Уже пройденный этап, уже неинтересно. И я понял, рыба гниет, кто с головы, а щит от хвоста. Да, претензии к интеллигенции, которые я принадлежу, беспомощные, неграмотные, запутавшиеся публики. Одни больше вреда, чем польза. У моего знакомого нет ноги, так он на постели ходит. У другого нет руки, он белой рукой пишет. А вот если головы-то нет, это уже проблематично. Вот так вот для государства можно с человеком, например, пирамид. Например, Высоцкий талантливый человек, спор умер. Но когда его диск прослушаешь, хочется нажраться, побливать там в Канаде, подраться, оскорбить, жилье на какой-нибудь ААГА обрекватить и животом позадить. Ну, это же душа русская. Ну, а народ болеет, страдает. Это же вождение народа человек. И это миллиард лет живет на планете. Высоцкие люди были, не болели. Ни в золотом, ни в серебряном, ни в бронзовом беке. Саша, ну мы же пришли к отказу от алкоголя. Нет, я могу себе позволить? Рунку две в хорошей компании, по хорошей закуске. Мы пришли к отрицанию алкоголя, потому что это даже неинтересно. Дураком становишься. Ну, мы пришли к этому, грубо говоря, исчерпав всю эту чашу, допив до дна, так, последнюю каплю, и уже она не залезла, да? Мы отставили, и вопрос, наливать новый стакан или нет, уже не стоит. Так, мы не наливаем. Но сначала мы этот стакан выпили, А потом, да, потом осознали, что это ни путь, ни метод, ни выход. Всё. Ну, к этому надо прийти. Ну, через опыт, да, через опыт. Я, извините, я вынужден, когда, коли я это всё планировал, так как я вроде как ведущий, получается, в нашей речи, у меня же была ещё раз, мне кажется, мы говорили о том, что мы почему вот встретились-то, потому что само по себе удивительно, ну, на 90%, мне кажется, примерно согласны друг с другом, безусловно, искать это разногласия, я просто мне хотел показать, что бывают разные пути, то есть мы идём к чему-то одному, но совершенно разными путями, совершенно разными путями, но идём к одному приходим, да, вот это. Значит, вот, ну вот о религии, вот, Ева, интересно, какое отношение к религии? Я теперь ношу крестик, я ношу крестик. Сразу говорю, вопрос очень-очень провокационный. Ну, вот, это самый вопрос, когда, грубо говоря, по вопросу религии и веры, так вот, каждый будет доказывать своё и не согласится с премием. И вот так вот это говорит. Да, потому что это самый сложный вопрос, так вот, ну, и в чём недостаток религии, в чём достоинство религии? Да, Саша правду сказал, так вот, религии – это прибежище, ну, слабых, неуверенных, ищущих, так, чего-то, так вот. Искать чё-то в себе легче найти Бога, так вот, так. Найдя Бога, так, ты, грубо говоря, перекладываешь часть вот своих поступков на действия Бога, так вот. И вот, например, тебе подотылку дали, так, не потому, что ты дурак, так ты заслужила, так, это Божья кара, так, вот, это всё, так. Ух, ну, да, да, тебе вот плохо, значит, тебе чем хуже тут, так. Нет, ну, религия объединяется ещё народ, с одной стороны. Вот, без религии нельзя, так, и тот, кто ищет Бога, так вот, он должен, скажем, тему обрисовать, что такое вот Бог и как, и что это такое Бог, вот, ну, сама религия имеет кучу недостатков. Первое, грубо говоря, вот Бог, если сравнить с Солнцем, так, вот, религия – это лучик солнечный один, даже не лучик солнечный, а солнечный зайчик, так, и вот нам говорят, нет, Бог – это не Солнце, вот этот вот зайчик, вот он, попробуем выйти из фокуса этого зайчика, ты, по крайней мере, еретик, вероотступник, и карается сразу, так, инакомыслие, а если человек уже другой веры, это всё, так, вот, это сколько этих самых войн религиозных, сколько сейчас войн религиозных, сколько, вот ещё, в принципе, ислам и христианство, так, вот, понятно, экономические проблемы, ну, затронули исламистов, так, вот, христиане не понимают, что это другая вера, не погибнуть за Аллаха, так, вот, это высшее счастье, так, и в рай, да, вот, вот, вот и огребли, кучу, это религия разъединилась, вот, не было бы религий, не было бы вот такой вот, ну, и ещё один самый большой недостаток – религия формировала государство и определяла власть, сейчас, конечно, ну, сейчас формируют, то есть религия, в принципе, ну, это дополнительное формируют на человека. И политизировано. Да, то есть всякая власть от Бога. Всё, это постулат. Вопросы? Можно задать вопрос? Только я, Гагарычу, да. Так вот, вопрос-то к вам и к тебе, вопрос, так, как ваше представить, что же такое Бог-то-то? Или кто такой Бог? Что же это такое? Что же это такое? Опять же, а Саша-то объяснил. А всё равно ко мне с ними защитить. Так вот, ну, кто кто-то представляет? Ты в первенах. То есть Бог большой, а ты вот такой вот. Тоже часть Бога. Но Бог может быть здесь. Но мир большой. Бог может быть в ваших общественной этой природой вся, листики, цветки, там, религи, поля, каждый по-своему. Надо к истокам обращаться, так? Да. Люди всегда верили в Бога. Да. Вот. И вот исторически, ну, мы не язычники, потому что многие обижаются, так, вот, ну, сам термин язычество, так, вот, неправильно. Мне говорили, что вот древняя вера, веда и всё остальное, это не язычество. То есть вот язычники верили в Бога. Они, Бог был миром, так, природой, так, вот, воздухом. И они были частью вот этого Бога, так, вот. Они не были рабами Божьими, они были сыновьями Божьими, они были частицами Божьими. Они общались с Богом. Они общались с Богом напрямую, так, вот. И Бог общался с ними напрямую, так. И они этим жили. И не надо было креститься слева направо и справа налево, так, вот. И это не определяло ничего. Вот. В той концепции, которую я придерживаюсь, так, от меня и выдумал, да, есть информационное поле, есть, грубо говоря, энергетическая форма жизни. Энергетическая форма жизни. Она и есть Бог, так. Мы энергетические формы жизни, переходя в другой мир, грубо говоря, так. Ну, как флешка, так, вот. Тело наше ходит, так, вот. А вот наше все, вот, память, сознание, так, вот. Оно, как флешка идет, вот, информационное. У нее много названий, так, вот. Вот. И аэносферы. Вот. В терминах не надо, так. И, в принципе, так, вот. Что такое Бог? Бог – это вот энергетическая форма жизни. Вот. Мы ему нужны, потому что, грубо говоря, мы сенсоры. Мы ему нужны для информации. Мы ему все. Почему Бог такой же сроки? Ему скучно, если у тебя все хорошо. Нет, вот ты… Он дает тебе счастье. Счастье мимолетное. Ты вот сегодня захотел мороженое. Ты… Это счастье. Завтрак ты съел с удовольствием. То есть завтрак ты сказал… Ну, это неинтересно. А вот когда ты страдаешь, мучаешься, так, вот. Идет такой выплеск энергии – это отрицательный положительный. Идет главный выплеск энергии, так. А он как не вампир, но как аккумулятор. Для меня Бог – это… Да, он есть, так. Мы – часть Бога, так. И принимать его надо не религии, так, вот. А принимать… Я вот для меня Бог, ладно, да. Я знаю, что Бог. Я зимой чувствую присутствие Бога. У меня много времени, так. Я просто чувствую присутствие Бога. То, что, грубо говоря, таких совпадений, грубо говоря, не бывает. Мне вот что-то помогло именно в этот момент, так. Было я тут вот… И когда я, ну, чуть-чуть превыше свои эти самые… Начинаю быть смелым… Начинаю с Ладогой, так вот, чуть-чуть, так вот. Мне дает… Я и проваливаться под лед, и переворачивался на лодке, так, и танул, так. И, боже, это мне позанято. Все? Борень, ты… Вот. Веди себя культурно, так. Что для меня Бог? Я не суверенный, так. Ну, вот тут надо мне… Надо, так. Я подхожу к Ладоге. Я говорю, Ладога, я не бросаю тебе… Я не борюсь с тобой. Лучше, пожалуйста, дай мне пройти, потому что мне это нужно, так. И вот так вот. А вот, ребята, очень простой вопрос вам тоже обоим, интересно. Саша, ты себя считаешь верующим? Ну, есть верующие, а не знающие. Ну, верующие, но… Одно дело верить, другое дело знают… А ты себя считаешь верующим? Я не верю, я знающие, я знающие. Я знаю, что Бог есть. Чего мне верить? Если я знающие, я чувствую, чувствую, что Богу. Не то, что Он, грубо говоря, даже помогает мне. Я вот зимой, что это… Ну, я даю себе ответ, что, может, это шизофрения или вот… от одиночества. Я не верю в Бога, я знаю, что Он есть. Я просто знаю… А реальность, в которой мы с вами существуем или нет? Или он или уже… Наполовину. Наполовину. Даже ты физик, так, вот ты знаешь… Я не физик. Ну, хорошо, ладно, ты все равно забираешься. Ты знаешь, что мы… Наше ухо так вот принимает определенный… Наш глаз определенный. То, что язык так вот кажется сладким, это может быть и горьким, и кислым просто вот… Мы видим в той части спектра, в которой оно нам все… Остальное, так, наши люди… И даже в мозгу, так, когда твой глаз, так вот, подает сигнал в мозга, в мозг, так вот, ищет, ищет аналогию, так вот… И уже эту аналогию… То есть первое дерево, которое увидел у тебя в мозгу… Сколько он ты после этого деревьев не увидел, мозг так вот… Это дерево. Это дерево, потому что оно похоже на первое дерево, которое… Так, ну… Наполовину мир… Мир реально настолько, настолько умливого все не может. Или… Или оно не так, настолько… Да вот у меня возникает вопрос, все-таки, да, такой, значит… Вы говорите… Ну, извините, я уж вынужден, потому что вопросы возникают, исходя из того, что я слушаю, что вы говорите. Вы говорите, что Бог есть. Так вы не верите в него, в Бога тогда? Вы же говорите, а я не верующий. Ну, хорошо, мы верим в Бога. Что такое вера? Подожди. Вера – это то, что, грубо говоря, не может подтвердиться ничем. Вот я верю, потому что это ничем не может быть подтвердившим. То есть существование Бога, в принципе, или не может быть подтверждено, или может… касательное… Подтверждено, там, мироточащей иконой, так, с этими мощами, реинкарнавшись, так, и все это… То есть, косвенно… Косвенно можно подтвердить, что Бог был, а в прямую… Он не скажет. Как, Саша, ты к этому относишься, к этому мнению? Ну, мы нас только деградировали, что он нам практически не показывал. Через какие-то там чудеса лично не показывал. А действительно так. Раньше чудес было больше, а сейчас чудес-то так. Как такову-то и… Бог отвернулся, сказал. Ну, ты знаешь, что, когда Иисуса Христа тоже в Тараколе спросили, покажи нам чудо, покажи, он ему что ответил? Так, ребят, я не что вам истину, а вы хотите фокусов в Тараколе. Ну, да. Духовные люди. Да. И в древние времена земные женщины, где это богов, рожали детей. Где-то хотел бы строить на молодую греческую религию. А дед, что там золотой дождь на ледо прошел, там… Дед, что любил побаловаться земными женщинами. Вопрос такой интересный тоже очень. Дело в том, что всегда и раньше считалось о том, что великий Альберт Эйнштейн неверующий. Недавно появились письма, продано письмо было, где, по сути дела, он рассуждает так, как и вы рассуждаете. Человек-то верующий оказывается. То же самое, верующий, только разное представление о Боге. Разное представление о Боге и всё, но верующий. Вот. Ну, я думаю, что это… Я, в общем-то, спросил… Мне интересно с вами тоже общаться. Мне, конечно, нужно вопросы задавать, но мне интересно… У меня то, о чём вы говорите, у меня тоже есть своё… Свой ответ на это. Но вот пока то, что мы разговариваем, я почти на 100% с вами согласен. Согласен. Хотя мы абсолютно разные парады мы говорим, но я с вами согласен. Вот на своём планчике, который я пока составил, я… У меня очень интересный вопрос культуры. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Кто может себя считать культурным человеком? Ну, как вы себе представляете культуру? Что такое культура? Нужна она культура или нет? К примеру. Ну, вот, я не знаю, кто больше у нас говорил до этого, я не знаю… Я последний говорил. Ну, тогда пускай тогда… пускай Саша… Ну, для этого не подойти к этому планету, я пришёл к выводу… Вот, хотя бы исполнять четыре заповеда. То есть, это наркотики, это алкоголь, табак, кофе, кофе, чай. Даже в Индии запрет на кофе чая. В Индийской медицине Айурведе пятнадцатых лет запрет. Это исключение. Азартные игры, карты, кости, домино. Секс только в браках. Иначе это разлагает общество. И живое не убивает. Мясо, рыбу, чипсы, дайца и кровь, любые. И тогда уже можно что-нибудь дать. Потому что я читаю там «Голсуорсе», «Бальзар», «Шекспир». Ну, 500 страниц читаешь, одна интересная для меня. Ничего, я буду в доме эти держаться. Это я всё отношу. Не вычитываю, а отношу. Пусть другие и читаю. Грех не бросаю. Ну, он же мало интересного. Эти всякие там «Залямы», «Пацаны», «Гиссемен» больше вреда чем пользуется. Я вам сказал. Я его копировал. К добру это не привело. К добру это не привело. Ну, всё. А о вопросах это самое не спорят, конечно. Ты на Есенина не замахиваешься. Саша, ну посмотри какой ты этот самый… Высоцкий рождает агрессию, так вот. Есенина разлагает. Ты чего это, шкатик? Ну, только на это. Ребята, я вам скажу такую вещь. Когда мы предварительно обсуждали, значит, о чём мы будем говорить, мне тоже, значит, Саша сказал так, ой, это лучше темы не трогать, о которых мы говорили. А я вам скажу такую вещь. Вот наш общий друг, который и с тобой, значит, Саша не помню, знает или нет, мне как-то сказал. Саша, да людям-то интересно всё. Если ты скажешь, они вот против. Только с этого начинается дискуссия, когда разные мнения. Пускай там бывает, ведь вы знаете, в истории часто бывает так, что меньшинство решает. Меньшинство решает, не большинство. О, говорят, даже стадо есть. Ну, вот так называют, стадо. Асталито. И всё-таки вот, а твоё отношение к культуре тогда здесь же вас интересно, да? Тут есть две темы. Культура и цивилизация. Их пытаются объединить. Ну, цивилизация – это одно, вот. А культура – второе. И культура, в принципе, – это двигатель цивилизации. Потому что один поэт, пламенный, так, ну, может, в принципе, как. Вы похожи к Толшкум, и всё. А что включает в себя культура? Какие понятия? Включает в себя культура? Какие понятия, да? Культура, прежде всего, если цивилизация так включает в себя, прежде всего, разум, – вот. Культура – это проявление души. Это просто проявление души. И если у кого-то, ну, с классиков, например, душа большая, так, ты, в принципе, подтягиваешься, так, и ты, там, культуру, так. А культура – это компас, направление, вот, то, что, грубо говоря, ты можешь делать, так, а что не можешь. Национальная особенность – это культура или нет? Национальная особенность какого-либо народа? Обязательно. – Литература является какого-то отображением культуры. – Амбитательно. – Я просто к тому, что это можно много составляющих, на самом деле, культуры, да. И поэтому, с этой точки зрения, я уж, извините, вынужден сказать, я с тобой согласен, Юра. Конечно, надо великий классик, который создали. Я так на это отвечаю. Мы все, конечно, стремимся, я называю даже, Юра посмеивается иногда, квантовый мир – это квантовый мир. Мы все к этому стремимся. Но пока мы на земле. А пока мы на земле, мы все-таки, конечно, надо уважать. Значит, поэтому крестик нашу, надо уважать свою традицию, потому что иначе мы, на самом деле, эти люди верят во что-то. И просто сказать, что… Хотя я с вами согласен во всем, да. Хотя я согласен. Да, 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 пожалуйста. Ну, тебе, пожалуйста, пример культуры. Вот. Среднего века и Европы, так вот. Эпидемии, войны, то есть численность населения, ну, вообще, так. А, монашество, так, вот, строгие, вот, строгие, строгие… Не монахи приняли, не церковь приняла, просто природа сама показала, «Ребята, вы вот плюшки вырастаетесь, ты чего?» Эпоха Ренессанса, так. Куртуазные романы, так, вот, и сплошное блядство налево-направо, так. Просто жизнь сама показала, и это тоже культура, так. Если в 16 веке, пожалуйста, все эти портреты, так, вот, строгие, так, вытянутые, 18-17 век, так, вот, маха разложенная, так, так, тамуры, так, это… Сама жизнь сказала, ребята, так, вот, вот, иначе вы не выживите, так. Все, куртуазность, так, любовные романы, так, любовники и все остальное, так. И это тоже культура, хотя, в принципе, это разврат, по идее-то, так. Ну, да. Но природа… Сейчас, сейчас, сейчас я продолжу, так. Будьте, пожалуйста, вот пример культуры, которая, в принципе, жизнь заставила, ну, обратиться к разврату, так. И, ну, обувь это не… И это было культурно, и это нормально было. И культурно, когда женщина в прыщах вся, так, вот, себе на прыщике, так, ставит мушку, так. А когда, так, вот, флакончик с плохой, пойманной на платье, так любимой женщиной был, это талисман. И это тоже культура. Вот представь, а если ты пришел сейчас, так, с этой, с плохой, так, вот, с которой ты… Ну, это культурно, а тогда это было не то, что… Ну, это было… Это было… Здорово. Что ты, Саша, хотел сказать? Культуру должна быть вести в духовный мир. Муж должен… Это задача… Нет. Нет. Это в духовный мир. Нет. 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 Нет, нет. И потом, одно дело эротика, а другое дело порнография. Вот тут надо легко… Значит, у меня возник сразу вопрос, извините, он так вот сам с собой возник. Вот отношение к нудизму, например. Вот, дело в том, что в Коктебеле, когда познавцы, там нудистский пляж, вообще, Коктебеле. И, вы знаете, я хочу сказать, что, ну, я бы… ну, может быть, не знаю. Там люди совершенно… никто, ничего не разделено, там есть нудисты отдельно, другие только это отдельно. И как человеку, живущему просто в городе, который никогда это, как к этому относиться, интересно просто мне, вот как вы, это что же вопрос культуры вообще? Это твоя очередь, я много говорю. Ну, хочешь, я-то и тяну в диски, прятаться, тогда, чтобы белой вороной не быть, разденеться. А если на другом пляже одеты, этим зачем тебе там нудистом быть? Полностью поддерживать, полностью поддерживать. Что в делах русских не возмущает покой, зря не рискуй своей головой, здоровья береги, как ценный клад, живи в достатке, но не будь богат. А будь, одеть сыпь, хорошо, если плачу о своей беспорядке, а я хлебе на сушном подумать не грех, а всего остального и дай мне надо. Жизнь дороже богатства и почте сядь. А вот император Индии Бобов говорил, не жертву скопидонствования, не пленник церебра. В добре домашнем для себя не вижу я добра. Не говорите, что забор, что Бобов не завершил, пусть на месте долго не стою, не стою скопидонствования. Вот они, мудрецы-то восточные. Это император Индии Бобов говорил. И он говорил, ты на чужбине и забыть, конечно, человека. Жалеет только сам себя и сердечный человек. В своих скитаниях не на час я радости, не знал, по милой родине скорбит известный человек. Это я по поводу иммиграции. Кто уезжает, это стресс-переселенцы, таска по родинам. Обе-то говорят, если ты и это иммигрировал, а в будущей жизни тебе опять в эту страну, в более тяжелом условии, когда наводнение, эпидемия, гражданка там, мировая. Ну и я-то как-то в тюрьме сидел, я-то бежал, тебя поймали еще, тебе 5 лет дали. Ну уж терпли раз, господи. Ну а Юлочка, что-то ты хотел здесь добавить? Ну ты понимаешь ли, специально провокационно так... Да, я специально провокационно говорю. Нет, ты затрил нудизм. Это часть, грубо говоря, часть всего. Тогда давай уж откровенно говорить. Кроме нудизма есть еще пидорости и так. Умные люди могут все что угодно. Ну дизм, это, грубо говоря, часть этой проблемы. Человек может быть свободен. Пусть он будет свободен, да. Но когда он свою свободу навязывает остальным... Ну конечно. Когда на нудистском пляже... Конечно. Абсолютно верно, да. Привожу тебе пример. Мальчик и девочка на байдарке в прошлом году проплывали мимо. Так, ой, ребята, так можно, так вот. Они на три дня, в результате, жили у меня неделю, так. Ну они не слишком богатые, так. Ну еще, у меня банка пришла... Все нормально. Приехали... Ну купались там, загорали голосом. Это их проблемы, так. Приехали ко мне... Десять лет. Приехали ко мне люди, так, вот тоже, так вот. Семья, мальчик, 12 лет, так вот, ну... В баню пойдем, пойдем. И девочка так хлопает глазами. А мы вообще нудисты, так вот. Мы вот... Можно мы будем голыми купаться? Если хотите вы голыми купаться. Вот. То есть, пока она купалась тут, вот, грубо говоря... Нет, у меня жена так вот, фыркала, фыркала. Я говорю, ну что, дай мне так вот на молодую попочку посмотри, так вот. Мне это... Мне это... Мне это приятно. Ну, когда она заявила, что тут ребенок, а можно вот так, я ее отожрал в сторону. Я говорю, слушай, дорогая, так вот, ты на три дня приехал. Ты уже неделю тут живешь, так вот. Давай-ка, собирайся, так вот. То есть, пока она... Поэтому не так же эти зимние зубы, так. Пока они сами с собой, так... Меня это вообще не волнует, конечно. Но когда они выходят так на парады и демонстрации... Это... Да, они ущербны. Да, они понимают, что они ущербны. С физиологической точки зрения, с религиозной точки зрения. Они все. Ребят, ну живите в своем мире. Ну не надо... Не надо это, да. Да, не надо. Вот мы отличные от вас. Нас межшество. Ну, мы имеем прав... Имейте. 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 Имейте друг друга, как имеете, так, и все. Поэтому к нудизму и ко всему остальному пока это меня не касается, пока это не... А, пример, так вот. Я учился когда, так вот. Нам сказали такой пример, что такое хулиганство. Если голая девушка заходит в автобус, и никто не против, это нормально. Если хотя бы один, так вот, возмутиться, то девушка признается клюганкой. Вот, к примеру, так. Интересно. Интересно. Вы знаете, у нас... Мне нравится наш разговор с вами, почему? Потому что я вообще-то мне не хотелось так... Потому что, по сути дела, это вы знакомитесь между собой. И он сказал, что хотел познакомиться. Слушай, то, что говорит Саша, я запоминаю, так, вот анализирую. Саша, у меня, ты знаешь, в чем дело? Я, как губка, летом я не разделяю, я просто спитываю, спитываю, вообще не информацию. А зимой, так, я, поскольку саживаюсь, начинаю обсасывать. Вот тот человек приехал, вот этот... Зима-то длинная, так. Я, в принципе, книжку почитаю, так, вот, видишь, посмотрю. Глаза встанут, я вот лежу, так, вот, и вспоминаю каждого, каждого. У меня вот бутылка, вот за каждой этой бутылкой, это за каждой бутылкой истории. Я могу рассказать, кто приезжал, как пил, чего делать. И вот это вот, вот это в принципе. Так что у меня зимой, то, что ты сейчас говоришь, оно откладывается где-то. В памяти, как подкожный жир у меня откладывается. И зимой там, хотя этим питаться буду, это эмоциональная подпитка будет. Нет, нет, конечно. Интересно. Вы знаете, ребята, у меня здесь же сразу возникает еще такой вопрос, который на самом деле интересует. Мы живем в такое время, когда век информационных технологий. Потому что, на самом деле, я знаю много-много ребят, которые даже не учатся. И тем не менее, достигли больших, достаточно таких, программисты можно научиться. Если ты работаешь сетями и так далее, и так далее. Вопрос-то простой вам. Как вы вообще относитесь к самому образованию? Нужно образование или не нужно образование? Вот такой вопрос. Тут вопрос так вот. Вопрос, а не стоит, нужно ли образование или не нужно. Естественно, но нет. Но вопрос-то по-другому. Ты правильно сказал, что многие не участие, многие ученые, не имея образования. И многие дипломированные, грубо говоря, они дураки. То есть, нет, уровень образования показывает, какой средний уровень. То есть, грубо говоря, ты должен в 10 классах по-любому. Дурак ты не дурак. Но вот это уровень, читать, писать, считать ты должен, по крайней мере. А дальше так, дурака учить, так вот. Ну, будет он образован, значит, он будет умный. То есть, ты хочешь сказать, что образование не мешает? Да, 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 да. Он мешает, а кому нет? Да. А, вот интересно, давай. Эфтор Ошерожниш, который не написал, а продиктовал 600 книг. Он говорит, что скоро в институтах нас пичкают ненужными знаниями. А надо не пичкать, а подтягивать, что нас лучше уже. Порфири и Иванов четыреклассы образовали, а американцам по мусульному лету. Кто все приезжал, закладил в море на 10 метров и десятки километров шел. Никакой академик так не может. У нас кинооператор, который снимал экипаж, Гришка, за это. В магазине он кинул, это все на ты. Он снимал экипаж. Перший сквозг образования снял на уровне лучших мировых стандартов. Две камеры дали, трех ассистентов, два дурака, пьяницы, один нормальный. А потом посмотровой зал, это рукоплескало, аппаратура-то Савковская, пленка Савковская. Режиссер на него металл, брал все время. Поэтому не в этом дело. Работает человек, работает, он никогда не пил. Один раз только Леня Куравлев там заставил бутылку на двоих. Гришка участник войны, с колодочкой постоянно сидел. Есть съемка там или нет, он себе работы надо. Он из старых фильмов вырезал кадрики, стереоскопики, из твердой бумаги сделал. Большое наследие осталось. То есть человек работу себе задержал. Человеку это было интересно. Поэтому не в этом дело. Или взять, например, Леонардо да Винчо, у него там пять-шесть учеников. Они у него огород копают. Парашу выносят там. И он им простенькую работу дает. Они за ним следят. Учитель всегда под рукой. Это не надо взад-вперед в институт идти или на сессии. Да, кстати, Саш, ты вот правильно тему сказал. Образование нужно, но важнее всего учить. Кто тебя учит, так? И нравственность надо. Я что, я им говорю, не только специальность, а еще нравственность надо, духовность надо. Чтобы личность была, а не так себя. Потому что иногда смотришь, это художники, литераторы, актеры, музыканты, они себя называют хлам. Это не голословный разговор, я просто в это серьезно говорю. И вот еще чуточку возвращаюсь к порногрессии. И я здесь купаюсь обнаженный на 500 метров отошел, чтобы плавки двое суток не сушить во время дождя. Окунулся в лес, одел и все. Никого, чтобы не шокировать. Да, логично. А когда они на лютых занимаются секциям, это Кеннергиевский Артатовский сказал, это касается двоих. Да, но это вызов. Они специально... У них есть... Они могут уйти, но это вызов. А я вот хочу так. Это в принципе кайф от этого... Кайф не от самого, а кайф от самоутверждения. А вот смотрите, как мы можем. Ну, можете. Я, может, больше могу. Так, ну, я не афицирую это. Я понял, какие-то гомосексуализмы с оркодневным голоданием лечатся. А потом он откуда возник? Если вспомнить древнее писание, были люди, четыре руки, четыре ноги, на голове два лица. По приказу Зевса, Аполлона, это разделил на две части. И в Библии тоже об этом сказано в древнем. Это заболевание. Видимо, оттуда пошел. Но это лечится просто. Нет, слушай, это все... Это не зря сорокодневный пост. То, что Александр Македонский так вот был нетрадиционным. Так вот, не умаляет... В Греции это было. Не умаляет так вот его... То, что каждый... Да, в Греции это распространено было. В Сократ, Платон, да. Ну, это было... В Спарте, например. Слушай, ну, это было, грубо говоря, не на все. Это было, ну, как элемент культуры. Традиция. Да, традиция элемента культуры. Хотя древние грехи, да. Может быть, даже это... Они были ближе к природе, и меньше условностей, и меньше запретов, и меньше... Другая нравственность, другая мораль, и так далее. Вот это было... Не поощрялось, но и не запрещалось. И скотоложество тоже было. Пан какой-нибудь там, это... Или менопар, или кентавры. Видимо, этим люди баловались. Южный народ, там, темпераментный. Ребят, я вот в Монголии, так, в Ламбаторе, так. У нас там распятие Христа и все. А там, видишь, что я сейчас с Шивом Будду, трудно. В общем, сидит Бог так вот, а у него, на него, так, членом, все, так, на него, тетка, одна нога на плече, вторая на полу, так. И они заходят, там, по фризу, так, вот, Камасутра вся расписывалась. Это, для них это культура, так. Для нас это порнография, а для них это часть культуры. Так что же часть культуры? Монголы, кстати, так, вот, тоже, вот, культурное вырождение, тоже к нудизмам, так. У них слаборождаемость, так, маленькая. Поэтому, так вот, они ездят, так вот, я после расскажу, это длинная история, так, кстати, вот такая вот история. Вот, они ездят, ставят белую юту, так, вот, все, над ней белый флаг, так, все. И так, чтобы кровосмешения не было, так, любой, кто приходит, так, вот, все, так, а тот идет в юту соседа. Это не порнография, это жизнь заставляет, чтобы не было кровосмешения. Приезжая с далекого столбища со своей женой, вот, да, вот, ты мою жену, я тут, а как народы с севера приезжают в гости, а тот на русский. Да, в веку тебе где-нибудь. Господи, да ты сделай, пожалуйста, на тебе соболя, на тебе, на тебе золото, так, это, это не порнография. Выбуду, да, да. Да, это не порнография, это, это часть культуры уже, культуры. Урождается. Да, культуры, которая, грубо говоря, жизнь заставляет жить, вот, именно таким обычным. Да. Ребята, вот из этого, можно я немножко такую перебивочку сделаю, разрешите мне, пожалуйста. Дело в том, что немножко темно становится, поэтому, я думаю, мы еще вот один вопрос расходим, который вытекает из того, о чем мы сейчас говорили, а потом мы продолжим еще, когда светлее будет, ну, завтра или послезавтра найдем время. Мы еще здесь находимся какой-то, еще неделю будем находиться, да, и мы достанем. Я бы вот что хотел, мы сейчас каснулись вот исторических вот этих расписок, это, на самом деле, интересно очень, потому что без истории ничего не бывает. Потому что ведь сама история-то доверять, не доверять этому, что было. Вот мы читаем, как это было. Кстати сказать, по поводу культуры еще вопрос возникает. А является ли вот Чучхе, вы знаете, в Северной Корее, самая культура или нет? Интересно просто. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим сейчас, да, Чучхе? Ты знаешь, что Чучхе, да? Я изучал Южную Корее. Слушай, ну, направление, это, сектор, ну, группа, большая секта, уже можно считать направление религией. Ну, ладно, это я на секундочку сказал, и на самом деле мне очень интересно с вами разговаривать, я бы мог, конечно, но я, так как я у вас все-таки спрашиваю, и моя задача, все-таки вы и знакомитесь, и поэтому вы разговариваете между собой. Так вот, я сейчас к истории как науки. Ведь что такое наука? Наука – это формализованная область знания, формализованная, которая описывается науками, это я знаю, потому что я сам, в общем-то, доцент, кандидат наук, к наукам относятся математика, физика, остальное наука, как правило, не называется. Это многие называют наукой, но ведь история-то, она должна на документах основываться, на документах, а многие документы, они не совсем, так скажем, и можно доверять. Вот ваше отношение к этому, ваше отношение к истории как к науке, да. Видите, дождь начинается, здорово будет, потому что и темнее стало. Ведь не было до дождя, сколько мы примерно, вот уже разговариваем, примерно, уже час, ну нормально, мы потом еще и час запишем, и еще. Вот как интересно, как хорошо, что на фоне дождя, потому что погода такая, прямо надвигается, идет туман, пока мы с вами говорим, где-то за 10-15 минут он уже дойдет сюда. И чем хорошо, когда живая съемка, потому что, на самом деле, мы живем, ну и дождь льет, еще дождь льет. Да, это неподстановочный как. Да, я сначала хотел, чтобы была хорошая погода, а когда неподстановочный, да еще льет, это здорово. Мне, честно говоря, нравится, я понимаю, что я уже привык к тому, что меня, знаете, что-то сделал, я откладываюсь в душу, что-то писаю. О чем они говорят, непонятно, о чем они говорят, а мы, на основном, не кажется, говорим о ручьей, ванной, ванной. Правильно? О ручьей, ванной. Так, скажешь, слог, слог, а что, многим эти важные вещи неважны, потому что они дебилы. Они, неудки, да, и вот им, если задашь вопрос, о чем смысл жизни, они, врач, пить, врач, 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 врач. А что, чтобы думать, так вот, а зачем, почему? Ну, по-моему, тематик, важнее, как пошло, пока. Ну, со временем, не, если мы будем. Мы не молодые, мы, первую жизнь, мы еще один, один, один из детей. А может быть, да, по закону реинкордации, а может, им хватит, по-моему? Да, да, нет, может, может, кто-то пьет. Ребята, мне еще, мне немножко передъема неудобно, давайте сделаем, так, я тут емко сюда посажу, ты будешь между двух ем сидеть, да, и мы поговорим еще, сами поговорите просто, мне на самом деле неудобно, но я знал, что здесь места мало, я знаю, что мы не попадем в кадры. Я просто, Юлыч, садись, пожалуйста, мне, серьезно, мне неудобно поговорить, потому что он стоит, ему тоже что-то хочется сказать, он хочет, да. Садись, 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 ну, смотри сам, ладно, смотри. Ну, я просто к тому же, давайте тогда на этом, может быть, закончим, я потом вернемся, мы продолжим еще. Да, тем более, что каждый может спонтанно, часами говорить. Нет, мы все равно в дождь не пойдем, это вот и пересидеть. Потому что, ну, ты еще. Ребята, а может, перебнемся в беседку, а котерчик разождем? А, ну, давай, давай, хорошо. Я уберу тогда эту камеру, выключу тогда ее пока, хорошо? Ну, вот. Ну, все. И поплюшечки, жена готовила старалась. Да, обязательно, я вижу, да, обязательно сейчас, обязательно. Когда от всей души лучше любого ресторана. Вот так, все. Все. Ну, начинаем. Начинаем. Проснулись, проснулся утром сегодня в 7 утра. Дождь. Ну, есть, вы знаете, Эльдар Лизанов. Кстати, это он текст написал, у природы нет плохой, у погоды нет плохой, природы, у природы нет плохой погоды, да. Он написал. И вот мне поэтому интересно вот поговорить, вот мы сидим, я смотрю, туман, вот туман идет, дождь идет, а мы сидим под крышей, на нас не капает, вот, и продолжаем нашу интересную тему, нашу беседу. И вот, если более погода, так мы, можно поговорить вот о погоде, о климате вообще поговорить, и о влиянии на человека, тоже интересная тема, да, о погоде, климате. Ну, вот, можем Саше начать, если он ближе ко мне сидит, можем, Саша, как он себе это понимает, вообще погода, как действует на тебя погода, настроение, действует она или нет. Сейчас, сейчас уже никак не действует. Когда 25-30 лет, когда пил курил рыбу, мясо птицы, ел за погодой, следил, какое давление, какое-то там излучение, сейчас не действует. Что плюс 45, там, что минус 20, это же одинаково. Саш, ничего, если я сгибил? Да, ну, да, ну, я в сторону. А 3 еще наоборот хорошо. Нормально, хорошо. Так что нормально. Да. Ну, видел, я какую палатку взял. Я последний раз в этой палатке, в 77-м году был, да, малютка такая, обрезанная. Вот, все на себя натянул, и тепло, нормально. Вчера два раза купался, когда вчера три раза, сегодня не одного. Когда я задал вопрос, я, конечно, расширенно это понимал, вообще влияние на человека, на человечество. Как она, погода, меняется она с годами. А тебе тоже лет-то уже, тоже не 20 лет, ты уже ребенка спроси 10-летнего, у него свои представления о погоде. О, ребенок, он бегает по лужам, он бегает по лужам, там он брызгается, Ну, я уже сам начинаю говорить. Нет, все-таки я хотел, чтобы не говорили, расширили. Более расширенно, может, а в погоде, как тут все это, сейчас побольше. Все хорошо, ничего плохого нет. Я помню, как-то, примерно 98-й год в Осетии, и из Кармадонского ущелья шел в Уфеогдонске. На мне там 10 отюжек было. Офицерский плащ-проводка, старая монгольская куртка кожаная, проливной дождь, и я весь мокрый. Потом пронизывающий ветер, 15 минут, и я сухой. Ну, все, думаю, заболел. Пришел в Феогдонское ущелье, в поселок Хидикус, там, и это переночевал. И все, я совершенно здоров. И через несколько лет я читал Пушкина по путешествию в Барзару, граф Паскевич его с собой взял. Тоже он и из одного ущеля в другое шел, весь вымок, ветер высушил, и Пушкин понял, что он помрет, простудится. В какую-то армянскую деревню пришел там, бенцер попил, заснул, все, здорово. Ну, да. Юрочка, а ты в погоде ближе нас, потому что мы в каменных домах живем, да. А ты ее здесь, да. Как вот по поводу погоды. Вот сегодня утром я, ну, вы, извините, ради бога, я, ну, в принципе, интервью может иногда что-то свое говорить, да. Но когда встали, я говорю, вот Юра проснется, я, Саша, может, мы как сидели обсуждали. Я говорю, ну, конечно, Юра-то у него домик здесь есть, он может спрятаться. Ну, что ему, под дождем, что ли, ходить? Вот ты вчера работал, дождя не было, да. А все равно дождь. Я говорю, как раз есть плюс какой-то, потому что, по крайней мере, гости не поедут в дождь, потому что они по телефону звонят. И нам есть возможность снять вот этот наш разговор. И у Юры тоже время появилось хоть какое-то небольшое, правильно? Потому что, ну, что под дождем-то? Я вот рыбу могу ловить под дождем, например, потому что рыба бывает клюет. Когда рыба клюет, это мне плевать на это, на дождь, честно говоря. Я все равно стою, ловлю рыбу, да. Ну, вот расскажи немножко о погоде. О погоде? Ну, тогда расширено. О климате расширено. Я хотел именно расширено. В общем, большому самолету ветер и дождь, в принципе, пупит. В бумажном самолете, вот так вот, или параплану, так вот, дельтаплану, так вот, он ловит воздушный поток. Так и человек, вот так, пока он здоровый, сильный, бодрый, как бы. И, ну, в принципе, все, так. А все вот у нас гармонизировано, связано между собой, так. Притяжение Луны вызывает наводнение. Ну, если вода поднимается, опускается, так, неужели на человека, так, грубо говоря, Луна не действует, полнолуния вампиров, так же. Вот, астрология спорная, не наука, но спорная тема, так, ну, есть взаимосвязь, так, с планетами, так. То есть, такие далекие понятия, а уж погода, так, давление, так, гипертония, так, как она не влияет. Конечно, и на рыбу влияет, да, все влияет, на растения влияет, да. Поэтому, если человек живет в каменных джунглях, да, ему, в принципе, он изолирован от всего, так, более-менее. Если человек живет на природе, да, так, ну, просто я живу на этом острове, я чувствую остров. Вот, это не погода, не климат, я просто чувствую остров. Вот, вот, я живу в соответствии с этим островом, так, то есть, в соответствии, вот, с биоритмами, так, вот, с дождем, с температурой, с влажностью воздуха. Естественно, если ты поймал вот этот вот момент, вот это вот, поймал вот момент, и влился в него, так, вот, и живешь не вот такие, например, так, вот, дожди, а вместе с дожди, так, вот, то есть, он тебе не только мешает, раздражает, а ты, вот, принимаешь вот так, ну, принимаешь солнце таким, как линия, так. И поэтому, если ты поймал вот это направление, грубо говоря, как бумажный самолетик, летишь по ветру, да, так, ну, и тебя сама природа направляет, и именно вдоль, потому что ты бумажный самолетик, а в большом городе ты большой самолет, и тебе не ветер, так, не дождь, он. Абсолютно все равно, да. Тебе, гроза, да, гроза, гроза, там, а что в доме сидишь все равно, а там, на больших пространствах, там, молния ударит, да, к примеру. Я обратил внимание вот на что, что ты знаешь, ты мне, кстати, скажешь, прав я или нет, потому что мне интересно, ты уже, ты, наверное, первый раз пошел грибы смотреть, да, лисички-то, а второй все-таки раз пошел. Но ты сразу попал, я почему тебя спросил, я на эти мелочи же обращаю внимание, лисички пошли, ты понял. Кто-то мне сказал, или Юра сейчас вот уехал, или Саша сказал, говорит, о, сейчас подосинники. Я говорю, да нет, подосинники чуть позже пойдут, говорю. Нет, я уже семь штук нашел. А, даже нашел, видишь, я не просто показываю. Ребят, ну, за 15 лет я иду, я иду мимо-мимо, я знаю, что будет под тем кузиком, оно должно быть, да, оно должно быть, да. Говорю, здравствуй, я тебя ждал, да, все. Сразу возник у меня ничего нормального пока разговариваем, я, чтобы мне вас не особо не отвлекать. Ребята, измените, только я курю. Да, нормально, ничего страшного, ничего страшного. Потрясающе интересная тема по поводу грибов все-таки. Дело в том, что когда мы с тобой, помнишь, ребята приезжали, большая компания ребят стояла рядом, и мы стояли именно там, где напротив, ну, где рыб там выращивают, да, и, а я знаю, я прочитал очень интересно о грибах, что, во-первых, по биомассе свои грибы на первом месте находятся на земле. Они превышают и животную биомассу, и растительную биомассу. И грибницу на несколько сотен метров. Да, 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 это третье поколение, это третье, это самое интересное. Так вот, я прочитал такую вещь, что если на гриб посмотреть, то он расти не будет, расти не будет. Я тогда, вот, я, между прочим, я помню, я тебе тогда говорил, я тогда эксперимент провел, такой, недалеко от нашего места, значит, я, там подосиных, три подосиных и белые. Я их специально прикрыл, они маленькие были, от себя, от Юры, потому что Юра пойдет, и он их соберет. А мне же эксперимент надо было проводить, я именно их веточками прикрыл, чтобы ты их не собрал. Я наблюдал за ними, и рядом еще гриб у нас там был. Ты знаешь, на самом деле удивительно, грибы чуть-чуть подросли, чуть-чуть подросли, они не выросли. А ведь на самом деле гриб может за ночь вырасти, за ночь может вырасти. Он за день, так, за день, за два дня. За день, за день, за два дня, он вот такой, с маленького превращается в такой, да. Да, сантиметров пять-десять, за день, за два дня. Следующие такие мои наблюдения, ну, вот, извините, я вот рассказываю, ну, что сделаешь, все равно я же вопрос задаю, да. Гриб такой был, такая веточка там, и гриб прямо в нее шляпка упирается, я наблюдал, пока он большим не стал, и как он прямо, вот, видно было, я каждый день приходил и смотрел, ну, это мы на Ягодном острове были, там людей почти нет, мы в основном одни, потому что он маленький остров. Все, я заканчиваю, давайте тему продолжим, интересную, вот, по поводу погоды, вот, лес, растительность, животных, интересная тема. Ну, если мы ее исчерпаем, дальше пойдем тогда, давайте. Потому что тема-то бесконечная, можно много говорить, потому что иначе я буду один, я не хочу это говорить. Лет 20 назад, вот, идея издана с женщинами, пошли прийти Аминовка, это поселок Каменоморский, 7 километров шли, нашли вот такой гриль, такую шляпку, на три части разберили и приняты. А сейчас по Аминовке уже не пройдешь. Раньше была одна турбаза горная, теперь 60-ка, частный баз. Река Аминовка, построили базу, и, так сказать, люди приезжают, там по тысяче рублей в сутки платят уже всю природу, то есть, портали. Ну, они имеют право на воду. Да, имеют. Имеют? Ну, зато местные меньше пьют. Когда ты на базе работаешь, тебе надо следить за порядком. Видишь, обратная сторона. Да, чтобы эта машина была на осмотровую площадку этих лет, надо повезти, там, чтобы супы, там, всякие борщи краснодарские были. Поэтому люди меньше пьют, они уже при деле. Ведь голова, руки не заняты больше орудием дьявола. Дикой природы становится все меньше и меньше. Ничего страшного, я буду с вами разговаривать тоже, да? А чего страшного? Нет, ну просто... Слушай, мы не это, не претендуем на первенство и все. Игорь Маяченков однажды, он в сентябре тоже здесь был. Его-то все это знает, а почему я здесь, я поэтому и говорю. Он был в сентябре, а в сентябре уже во второй половине здесь почти вообще никого нет. То есть он, ну, пустые острова. То есть это вот полностью владение, это вот, ну, я имею в виду этот остров, Юрий. Не, 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 ребят, я не владелец. Я в другом, я в другом... Саша, во-первых, у острова есть хозяин, так вот, а кроме меня, так, есть хозяин. И... А кроме тебя, да? Да, я кроме тебя, да. А я нет, да. Ну, я мысли хочу сейчас договорить. Меня пустили на эту острову, и я вот... Я тебя понимаю, я одинаково понимаю друг друга. Совершенно верно, конечно. И вот он мне привез... Вот ты, вы же знаете, вот идешь за грибами, грибы ростут, особенно когда погода переменная. Каждый второй гриб, они червивые. Берешь червивые, там вырезаешь, ничего не остается от грибов. А он мне привез, кажется, он к тебе заезжал тогда, я не понял, где-то в сентябре месяце. Он мне привез три вот таких гриба здоровенных подосинок. Чисто. Абсолютно. Как маленькие, чистенькие. Из этих грибов я примерно жарил, примерно, шесть или семь сковородок из трех грибов сделал. Три гриба. Абсолютно ни одного червя, это в конце сентября. Это интересный факт, ведь то, что я говорю, на самом деле... Это на самом деле людям это интересно, не бывает. О грибах можно бесконечно говорить, потому что сама тема по себе интересная. Саша, а какие они красивые? Да, да. Вот природа здесь, грубо говоря, они просто эстетично красивые. Да, да, эстетично красивые. Это мне тоже нравится, эстетично. Даже мухомор и красивый, да. А что червь, это плохо? Я вместо червяную бросаю, варю, и я червь плохой здесь не будет, наверное. Яблоки червевые тоже, но и что? А японцы, например, готовят червей, так, вот, или китайцы, так, они их на день или на два, да, опускают в творог, так, туда, потом вытаскивают, и получается, ну, земля выходит, и получается, колбаски с творогом. А я тогда вам по этому поводу, во что хочу сказать, ну, мы тоже же, мы же люди начитанные с вами, специально проводили исследование, кто как чистит грибы, потому что я знаю, что, ну, много, сколько, за срок, пять лет, потому что я езжу на эти на острова, люди же разные, там, и чисто такие городские приезжают, чисто другие, вот, как Саша, например. И вот, оказывается, разделились мнения, кто-то чистит, я знаю, вот, чистят грибы, не дай бог, чтобы червячок один там, вот, они все чистят, чистят, не один говорит. А есть, да плевать, то же самое, да сейчас, если немножко есть, там, три, да бог с ним, самые, три, пять, десять, ничего страшного нет. Наполовину люди, вот, опрос показал, что люди примерно 50% считают, надо только чистые грибы, 50% считать, ничего страшного. Я отношусь к автовой, я ближе к тебе даже, потому что, в принципе, на самом деле, когда смотришь, новые едят, везде лягушек едят в мире, там, змеи едят, собак едят, там, звеней не едят, коров не едят. Я иногда смотрю телевизор, так вот, иногда бывают такие технические проколы. Ты телевизор здесь смотришь? А? Здесь телевизор смотришь? Ну, слушай, нет, когда приезжаю в город. А, там, в городе. Ну, я обдуваю технические проколы, и вот показывают фермера, который разводит червей дождевых нормальных, так вот, ну, и он спрашивает, это для рыбаков, нет, говорит, я сдаю фермам, каким фермам, которые детское питание приводят, так, то есть, вот, проговорился, ну, ну, да, то есть, детское питание, так, вот, и чистого белка, так, вот, и червей делают, так, просто нам не говорят, так, про это, а так, в принципе, это белок, причем, отличный белок. Ой, можно тогда тоже, мне, я просто интересно, ну, мне хочется с вами же тоже, с вами поговорить, поделиться, недавно фильм. Да, подожди, так, да, да, у нас треумбират, так, то есть, мы, а почему ты уходишь в сторону, ну, ты, я понимаю, что ты сценарист, режиссер и все остальное, мы втроем, нам не, приятно общаться с вами троими, а ты, а ты себя сразу за... а я поэтому спасибо что для меня остановил я поэтому исправили надо остановить давайте давайте продолжать вот тут затронули питание затронули собак а я однажды собаку и вольной станице в Краснодарском крае дядя Боря атаман а там на каждые 500 человек атаман ну пришел в гости одну миску супа другую треть раз знаешь кого ты ел не знаю а посмотри в окно было три бобика осталось два там этих котят еще нет полно они рождаются а куда их девать не слушай он собачку поджирает это нормально нет уже я ел собаку не потому что был голодный я ел лис не потому что я был голодный и змеи я ел так вот тоже не потому что был голодный это интересно так когда в уренгое я как раз у печей живу ну ребята хорошие вещь это же больше не тинкент эффект ну кто от тюрьмы сбежал кто с корабля кто от алиментов и тоже ставит петлю и собаку вот такой мех и шапки шьют психологически конечно психологически да собака подумаю что такие вот добрые глаза такая преданность ну чисто психологически да вот чисто психологически да собаку есть просто она же она же умная она же наша преданная двигаться можно уточнить мне нравится китайская поговорка не смотри на то что ты ешь если она не пытается убежать или укусить да да ну все продолжаем ну поле мы у нас такая заминка тогда я бы перешел к тоже интересной теме просто она связана с тем что мы начали сейчас говорить вот о проблеме выживания потому что когда мы живем в городе на это у нас все рядышком мы идем магазин покупаем все продукты которые есть когда-то конечно деревнях там сейчас приходит автолавка там раз в неделю там хлеб привезут на острове тоже магазина нет вот ну вот расскажите вот как вы относитесь это только я часть маленькой проблемы еще конечно проблема шире намного выживания потому что она важно очень кто-то живет в городе кто-то живет а есть еще греб травин который извините от обошел о чем я говорил обошел объехал на велосипеде полностью там проблема весь советский союз до ледовитого океана по средней азии один с котомочкой которым очень много информации в интернете поэтому вот эта тема выживанием я знаю что юга эту тему хорошо знает поэтому саша давать своих я профессионал так давать свое мнение вот я поэтому твои мнения дарни саша саша ответов на дорогах он на севере я в норильске был зимой снег по 6 метров как он там на велосипеде проедет здесь ты не везде проедешь здесь только тропинки и все на севере или в горах это же тропинка нужна хорошая грунтовая ты говоришь американский велосипед 2 я одну только чего стоит не поняла секунду мы там договорились и звать евгеньевич он евгеньевич а я игоревич но камыша сажата на на кого саша да и камыша куда дальше камышовый код сюда он камыша вот продолжаем да как проехать да вот эта проблема вот это вот ты говоришь это это глеб травин там ну я но это его скажет его великолепно на машине машина по льду идет например там лед там лед на севере и когда он шел там всегда лед если я думаю что наверно он искал по твердому покрытию скорее всего он пока мере вот это первое там тундра на севере ну я не буду давайте разговариваться ну вот девяносто девятом году часто приезжал этого бутнанге и большой автобус с людьми по обе шел в салихар и это такой толстый лед они до они до встречи на это все с концами уже не были вот туда и на вертолетах тогда моя очередь начнем с того что я профессионал профессионал это не тот кто делает свое дело лучше всех тот кто получает за это деньги я уволился из армии в должности начальника физической и специальной подготовки учебного центра и финансы а допустим ну и единственное естественно так вот были курсы выживания для летчиков для всех то есть там каждая сам одно курс выживания для летчика так вот и 2 специалисты там есть нюансы у меня всегда корёбило и я всегда всех подправлял это не курсы выживания а курсы адаптации вот с природой спорить так выживать вот бесполезно и само сам психологический настрой так ты выживаешь то есть ты борешься то есть ты борешься с теми силами которые в принципе победить не может ты заранее обречен на и и твою любой ценой так выжить нет приспособиться организм или меняет среду обитания или приспосабливаться или бороться нет приспосабливаться адаптироваться поэтому выживание это адаптация к тем условиям которые тебя зависит к тому набору грубо говоря инструментов и то что у тебя есть карманы все адаптироваться подстраиваться можно идти против течения да лучше потихонечку и тебя волна сама ну и главное так вот это психологическая подготовка не грубо говоря то что у тебя есть два сухаря так если должен у нас съешь их сразу так и чтобы не мучиться и потом уже выбираешь кстати один из это самое ну когда были выходы на выживание там по нескусственному естественно грубо наблюдатель идет сзади так вот ну связь у нас есть визуальная вибрации и все у каждого есть выбор так пустить ракету пустить ракету на и течение часа где-то походим так вот если что много сломал и банка тушенки есть так вот человек и есть запас вот банки тушенки так вот песок машины нас это не издевательство это не другое не подковка то что человек оголодавший так если он сразу нажжется тушенки у него будет завар ну а психологически дать у парень хотел пожрать не смог жреть поэтому важно психологии ко мне приезжают люди так вот расскажи мне вот про выживание на острове как это вам это надо это вы забудете вы вы живете в городе так простейший так постоянно там каждый год каждую зиму на всех падает сосуд ну кто же тебя заставляет они вот есть дорогу ну иди ты по дороге это так нет придет дома грубо говоря но если не сосулька так может плевок на пляту шиворот попасть не делка мостов и бутылка вот простейшие правила выживания у ребята вы заходите в автобус где вам сесть как вам сесть так как в прелестном торможении так у вас кинет вперед то есть если вы сидите лицом когда-то сам в движении так вас просто тянет вперед так если вы спиной вас важны автобус в любом случае будет 90 процентов будет падать так на правую сторону или вам на вас кто-то упадет или с высадок своих полутора-двух метров вы куда-то упадете простейшие что в электричке то же самое в электричке по-другому так нас садится спину почему мусор из окна хулиганы которые камни кидают все осколки если вы будете сидеть так лицом к тем ну пройдут по крайней мере не садится у 2 3 вагон также 1 если что так даю пешком сойдет с рельс последние вагоны к хрену 2 3 года я говорю вот это простейшим уже сам вы выходите из дома включаете наушники так вот засовывайте руки в карманы и выводе выживать на вы уходите из дома все примелькалась так и вы сразу лишь пишите вы сразу из среды грубо говоря комфортного обитания дома так вы уходите в среду потенциальная опасность вы не знаете выйдете две-три секунды осмотрите что что изменилось что но а может просто нет вы еще глаза не разрыв вы сразу стремляетесь вперед по той дороге который вы уходите постоянно постоянно а в городе опасности даже больше не на природе спокойно чем я выбираюсь из города так у меня грубо говоря по старой привычке шерстегом становится я захожу в автобус я чувствую этот негатив я тут расслабился тут не хорошо я встречаюсь с нормальными людьми я чувствую что у меня прет негатив вот тут окружающим вот это вот как рыбкая грязь какая-то я смотрю людей в глаза так вот грубо говоря в городе так очень редко кто-нибудь посмотрит его очень или вот такой злобный взгляд так и сразу пятаться то они тут тем вот а я в привык была рассмотрим для чего он и вот смотришь так вот глаза человек он начинает холкнуть со мной что-то не так и после сразу сразу так натыкаешься на враждебный ты чё на меня смотришь ты чё устарелся ты чё тебе надо поэтому поэтому рассказывать так вот отказом как с одним ножом так вот и двумя спичками так вот выжить в природе можно ну ты с этим не столкнешься в своей жизни а если ты столкнешься ты забудешь так все советы организм состоянии стресса будет работать и отключается голову включается инстинкт и включается мозг отключается работа только спиной и все забудешь что здесь и нет на улице специально а в городе жить намного страшно мы эти на эти страшности не замечаем мы идем по краю тротуара по краю тротуара так мы заходим в любое помещение я заходим в любое помещение тело что я делаю свою на полону курс кому-то в голову у меня чисто автоматически я скажу то я за вчера зашел это это факт не надо как-то выбираться это это не паранойя да 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 я не а но это чисто автоматически отмечаешь так я вот зашел в эти двери так вот а как я буду ухать адаптация грубо говоря в городских условиях и выживание в городских условиях и тем более на природе ты собран готов такой трудности в комфорте ты расслабил его москва масса так вот ты ходишь так разимов рост когда у тебя кирпич свалится а уж валится например а тема бесконечно если я ввел курсы так вот я могу короче сами конечно сашки что тебе скажешь на это здесь нет ну в городе в естественном гораздо опаснее потому что чем мы питаемся отношения вот я говорю из краснодарского края припажу масло пареная кого холодного отжима ручного холодного у нас пластмасса чем мы дышим это вода в москве на 40 процентов возврат я считаю самая лучшая вода малахом правильно она говорит дождевая вода но мы природу везде испортили я ночевал в приюте 11 это восемьдесят третий восемьдесят пятый и девяностый год это на эльбрусе 3000 метров над уровнем моря везде черные песчинки черные точки вот так вот сейчас к сожалению кто-то живо когда-то поедет не берутся забуду шарфите и не вернувшись у меня есть вдруг на купим чесовец аналитик на они играют такие честные игры город миллионник отключаем свет ну и компьютер выдает программу в результате так жизнедеятельность города холодильники полетят первой сутки водопровод полетит ну с резервом на 3 сутки канализация забьется на 3 ну и там уточнение зима лето там все грубо говоря голод нехватка воды эпидемии и все грубо город десять дней миллионник город так одно отключение воды ведет собой степень комфортно такая ты просто останется без вас без магазина без моей дочки так вот ну вот папа так вот ну согласна у каждой моей дочки так есть можно чемоданчик там консервы и вода медикаменты вот такой килограмма на два резерв сутки двое так самая-самая необходимая я говорю вам что это мешает но от сухих паеков я отказался хорошая но половину без этого нет из всего что можно конечно самым сухой паеков поэтому так свечки сухой горючим по парам два килограмма но лежит есть не просит на три суда все но когда вот те надо ты не мечта ты знаешь для вот пожалуйста и участники игра в такие апокалипсис говоря вот в данной ситуации большой город ты без защиты извиняйте александр евгеньевич это в начале 90-х годов я стал ходить на занятия замечательным это руководителю сергей михалович костяк он родом иссак в евпатории духовное имя цурья он ученик знаменитого арсентема стацентра рассказывал нам часто про сайт бабок короче он говорил все время вегетарианство голодание я до девяносто шестого года у него занимался а в девяносто восьмом году понял надо голодать начал голодать день сутки трое в конце деревьев 2019 года дома сорок пять дней 2 2 литра воды плюс 2 литровая кружка я смог 23 год марта какой-то вирус мне сказали там обострение 10 дней по сухому не умываться и я уверен что блокада ленинграда когда было люди могли бы выжить только есть нельзя недоедание это плохо когда ты 50 грамм съел и тебе все время хочется есть мне двое блокадников рассказали это страшное дело а когда голодаешь ты легче потому что кто его знает не дай бог это блокады все-все в голове да все в голове они будут а вот давай 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 это на меня ты животный инстинкт да напомнили мне же показывали люди прогулка блокады ленинграда и трупы и голубей там ели и друг у друга карточки воровали саша вот так вот даже так вот в принципе так вот первое нажраться травы и нажраться на поле это удобный но переваривает лаганит тратит энергии на переваривание растительных пищеваривание мяса вот в этом нет понятно растение это естественный опять нестест на мясо очень долго не и надели нет я правильно понял его имеют ввиду вот что конечно пищеварения у коров которые пытаются только растительные совершенно другое конечно смотря какие каких количествах потому что дорога употребляет в больших количествах растительной пищи конечно можно ты че делаешь можно че делать да все это кстати мы перешли к теме вопроса питания как то что питание тоже интересна тема моя вода не рассматривает а не рассаживала можно липовую ну кору есть можно березовую есть так вот тут она съедобно но когда она будет пока она будет переваривается на это грубо говоря энергия уйдет больше чем ты получишь но зато живут будет полный удар у тебя голова вот мы сегодня утром говорили я тогда только слово скажу по поводу тоже этот вопрос выживания но огонь это ладно это другая проблема дерево ну я уж могу сказать то что 45 лет езжу потому что за с кого я только не видел и с кем не был потому что когда мы приехали вот саша первое ой сколько здесь много дерева это кажется что много дерева кажется потому что когда 10 дней месяц вот дождь будет лить все будет целое абсолютно поэтому с этой точки зрения конечно надо сухой сухой как правило я долго не буду говорить только скажу что нижние сучки сосен которые везде обломаны они везде обломаны потому что туристы их уже то что они лежат чтобы пропитаться водой они еще должны полежать и какое-то время нижние сучки сосен и первое все сухие стоящие деревья все сухие стоящие деревни любое выламываешь она сухое нам повезло кто-то спилил сосны где мы сейчас стоим но у сосны зеленые еще зеленые вот эти иголки она наполовину сухая то есть грубо говоря вот когда толстые когда лишь они идут а зеленые они наоборот калорий забирать сухие дрова забирает калорий еще все ни в коем случае нельзя земли брать потому что они гнилые во первых и пропитавшие и уйдешь ты уходишь в частности частности я опять опять же выживание это часто а у нас все взаимосвязано да нет мы говорим о питании обо всем на ведь готовить то надо это это час а будет а готовить она огонь вот если нет огня ну вот ты опять начинаешь тогда уже к теме костров так уж не пионерский так обыдать я на вода ложи и называется индейский костер он вот тогда для того чтобы тебе не согреться это часто это мне очень понравится когда ты в общем говорил вообще в этот хак мне нравится очень мне нарисов что же нравится философскому не извините что я вот вас перебиваю да то что лучше конечно философскому уровню ну нет люди умные они понимают на частности вы право ну питание да пожалуйста и день альсан евгеньевич более такой глобальный а вырубки леса часто бываю в краснодарском крае были днем и ночью и заповедника везут такие чувства и не только там в индии я был там одна деревня переходит в другую тиграм то и и слонам ты не бежит в бразилии сколько вырубили саша и здесь тоже шага готов девиз нам нельзя ждать милости от природы проекту взять их наша задача на нашу мамку природу так рейки 5 тыс не совсем это самое молоко которое молоко мы выбираем время с клочьями так вот и засова мы там вымерли живем и выклевываем так естественно мы живем как как последние люди на земле мы не думаем о потомках вообще ни о чем не думаем так сегодняшний день в этой гадыгее поселом это гузериполь пока дача министр экологии днем и ночью это все везут и оплата там даже иногда на доллар и на вертолете вводят и мне кто-то вот идея сказал это вы москвичи рубите ну а я думаю что мы мы москвичи рубим мы москвичи другим потому что грубо говоря о своих парках так мы заводимся а периферии ребята доживите как-то а нам деньги нужны и вот это супер там если приедет проверяющий ну что же делать в баньку подать коньячку девочек ну все мы мы уходим в политику я очень да 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 и я решил этот 100 тысяч накопил и принес гриппис вот на охрану леса дачи это был ноябрь двадцать первого года все там она сотрудница то есть с врачами декабря мы тебя вызовем и возьмем интервью и до сих пор не будет а она уволилась из концерна да вот такая на 5 до 5 линия в политику потому что да 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 это связывается ширмой ширмой гринписа пользуются грубо говоря те же конкуренты когда надо задавить до конкурента а не пускаю туда гринписа те с удовольствием мы за природу окажется не природа это экономика то уберут 1 2 2 будет тоже делать так уж но без конкуренции все давай я политики когда мне с вами я хотел тогда сказать но мы продолжали разговор я просто помню о чем говорю но политики тоже люди университ да это понятный момент или они нет на наш политики людей нету вот пыли человек так вот рвется в политику так для того чтобы решить не для того чтобы был к сожалению не будем и для того чтобы облагодействовать человечество тема для того чтобы решить до 90 10 процентов праведников но этих праведников жирает остальные 90 уже они неудобны они просто неудобны этот забыл краснояшка комик погиб то так понял 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 да я понял ком-то не шведом он не крестное но где-то где-то на алтае кажется да я понял великолепный мужик ну вот такой чёрный боже мой тоже быстро андрей попозже ладно вот он тоже пришел к власти чистый все ему самотаж объявили да и я видел интервью там бывшего главы так он не наш да он не с нашей команды человек это человек который хотел сделать добро и его система просто он не наш да давай я курточку сейчас я курточку все прижмись продолжать я начну тогда мне к этой же теме за чем мы с вами говорим и хотел бы перейти мой один из любимых моих писателей я бы долго не буду говорить я думаю надеюсь поймете о чем я говорю это морисы митерлин я на нем вырос я чуть через я читал к сожалению мало его читает самое известное произведение это это синяя птица то есть птица счастья синяя птица я хочу сейчас вот морисы митерлинка только двух словах это долго надо говорить надо прочитать его эссе не а люблю я очень люблю морисы митерлинка он говорит о смысле в чем о разуме о разуме и смысле жизни вот ну несколько слов хочу сказать он говорит так что существует при выборе того или решения существует здравый смысл он так называет что такое здравый смысл он понимает когда человек себя ведет чтобы ему не было хуже в данной ситуации в любой ситуации чтобы самому человека не было хуже вот в этом направлении знаете как правило мыслит 90 процентов людей они живут из соображения здравого смысла я передаю не свое ощущение ощущения морисы митерлинка великого писателя который писал о разум цветов и многие многие вещи будут интересны второй уровень чуть выше он называет это добрым смыслом добрый смысл это когда вот и саша когда говорит когда мы говорим об окружающей среде когда человек он не бросит там где-то курок он если иметь не не спилит там елочку какую-то молодую он там не на приют где-то там это он называет добрым свойства это более высокий из этих соображений я сейчас закончу вот это мнение дает кусок закончу да из этих соображений живет я говорю о нем морисе матерлинки живет примерно 10 процентов людей и самое последнее это самый высокий он называет это мистическим разумом и приводит пример в несколько примеров я только один маленький пример приведу мистический разум это когда тонет ребенок например стоит на берегу человек он не умеет плавать он бросается спасать тонущего ребенка и спасает его несмотря на то что не умеет плавать вот я только вот этот кусочками плавно подходим вопросам разума интеллекта интеллекта вот девочка пожалуйста введение нее под руки вну это проехали тогда вот так получилось я хотел я просто ничего нечего все говорят у меня на это за это приходит это самая на его вопрос сразу дара по поводу логе по поводу отношений человек к природе мне интересны люди мне интересно общаться хорошие плохие умные и умных глупых не бывает ну как я с интеллектом без интеллекта что я замечаю массовым люди вырываясь из города приезжая на природу я называю у них в первой сути идут выброс так вот городского дерьма они выбираются на природу так и они ведут себя как варвар вот вот этот конформизм который в городе так тут полная свобода тут вот полная вот отрицательные вот на как я не выплескивает и вот смотришь на человека нормальный интеллигентному общительно ну естественно он выпьет так и он начинает творить хочешь сломать разбить бутылку я никому не остановлю до первые сутки вашу так пожалуйста творите приходит ко мне дай мне топор зачем дерево срубить на камнях тут так срубные мурачки ему лет был ну да я хочу срубить ну даешь ему самый ржавый топор а люди в основном как тебе сказать интеллигентный срубить не могу нет он приходит как дятел приходит у него руки уже все в мозолях так чуть-чуть обшел я не вмешиваюсь и не астана не нибудь мышь и не читаю морали морали начинаю читать на второй на третий день вот этот вот выплеск приходит выход на природу и вот свое звериное естество своего то что он не мог выплеснуть он на бедную на мой остров бедный так начинает выплескивать его чем выплескивать он не соображать что делать у меня вот трон был такой на камне так поваленная столетняя береза так там кара вот такая ну красиво так выделено сделал пару мужик так вот пальцами вот эту карту обрывает так парень так ну давай я тебе так вот сдам эту стамесочку так и хотят перчатки я бы я говорю не вмешиваюсь если считаешь что вот этот трон будет обглобанный корой так вот будет красивее так вот а твоя ну пальцы-то пожалей я говорю я не спрашиваю даже зачем утром подвел а ну вот смотри так вот ну и чем второго подвожу так вот я говорю давай снимай это самое ботиночки кроссовочки снимает а выхтю и снимай кроссовочки теперь вперед так а там стекло а почему стекло не знаю вот так вот и я не в первые сутки не ограничен человеку надо выплеснуть это так как и это ведет психозом нервозом ко всему к агрессии вот эту агрессию и многих я принимаю так у меня жена они же везут берутся как свиньи то помимо них у тебя нет можно все можно рубить деревья можно рвать цветы и зачем-то охапками так вы кстати интересный пик посмотрите японцы какие-то и киба а хапка сразу одну розу ты рассмотришь а макет роз ты не видишь нет это красиво так ну одну розу поставь стаканчик и каждый лепесточек и каждый лепесток рассмотрит это стихи а хапка а хапка роз красиво как бульджоперий сказал когда маленький плит вы кто вы розы не вы не розы вы цветы вот у меня розы на планете это розы а вы цветы извиняю перебил просто я забыл это сказать а вот это агрессия так городская агрессия спрессованность так негативный я в город приезжаю я чувствую негатив просто чувствую как вот нырнул в болото какое-то и вот оно липнет нет ко мне конечно хрен чего прилипнет так у меня защита купол защита зеркала так вот автоматически включается купол зеркало все так купол ото всех так вот зеркало это а целенаправленного не ладно это мило для этой называется интеллектом это и есть интеллект интеллект это когда человек при выборе своего решения перебирает массу вариантов как повести себя в этой ситуации это является интеллектом то чего чего я начал то что ты рассказываешь человек который имеет недостаточный интеллект выберет самое глупое решение поэтому это интеллект это весь твой набор знаний то что ты знаешь твоего опыта знали вас пожалуйста 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 я не знаю как это сформулировать не интеллект а душа ну условно скажем душа интеллект мешает выше интеллект так вот когда ты например сливаешься с природы или что-то дать она проще перейдешь грубо говоря и интеллектом принимаешь неверные решения потому что интеллект и жизненный опыт теперь подсказывает делать так 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 а когда ты условно говоря с душой подходишь к душой включать свое внук внутренние включая и я извини что перебил я ничего страшного ничего вактема ничего страшного включая природные и наследственные инстинкты вот тех предков да когда ты подключаешься так а интеллект не в простых условиях интеллект он мешает и грубо говоря дураку если в основе выживания так выжить легче и а весь есть от весь такая мешаю нету нету я вверху я я за меня странные я вене интеллект а вы же подожди я опыта вот ну и каждый как как же можно сказать хочет уже сейчас нет я продал я заканчиваю есть очень интересная поговорка умный выйдет из безвыходного положения мудрый не попадет безвыходное положение дурак проскочил безвыходное положение даже не поймет положение было не будет я примерно так думал а он погибнет просто давай он погибнет и все он перескочит он перескочит бывает бывает перескочит бывает и так да 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 давно просит это правильно юрий сказал восточные учителя говорят человек это не тело это не интеллект это разум это душа душа а у нас вся наука то на уровне интеллекта и это будет забедом и ложный результат вот кстати по поводу это выпивки люди приезжают на природу наржутся из них все самое дурное выходит это им уже не пугалка саша горит костер вокруг костра пластиковая посуда не они хотят жить в финале они хотят не на природе и культу они хотят правильником и выкинуть и и уехать приехать через день и наткнуться на ту бутылку которую они разбили тогда ну вот сейчас я хочу вот это свое дерьмо вытаснуть и также это будет будущей жизни мы здесь на пакосте а в будущей жизни мы об этом не наступим на склянку дело так в том что это дерьмо в нас копится а в состоянии города духовно сконить в туалет ты не можешь из духовных отсконить в туалет ты можешь только на природе это разрешено тебе дело ты тут можешь и даже и вернуться в состояние бывшая предка я извини сахар перед нами это я не желаю был случай такой приезжали ко мне ну как я понял в топ-менеджер потому что у него чистого футболки ну чистое вот инстинктивное поправление галстук постоянно тактик но сразу на меня ты меня снимать не будешь смысл ну в интернет меня я вам показываю мне кнопочный телефон и обучил да да и тут началось так вытастины он бегал галышом он орал как ковтар так он лазал по деревьям так его выходила так после дайку субботу он не пьет воскресенье он нормально ну потому что в понедельник ну опять на работу и опять он уважаемый и если бы я его снял там например а так свобода я могу об этом никто не знать и у меня главный принцип так у острова ребята никаких разборов полета чудить исходить утром встаем чтобы никто не вспоминал кто как сидит каждый в своем праве делать то что он хочет будут идти это остров свобода ты делаешь что хочет но никто тебя пусть и завтра не укорит не вспомнит если а ты помнишь тарку они-то помнят друг подруга так вот а я помню про всех поэтому если начнется разгон по лету я как бы могу предъявить все да он галышом купался а ты я секундочку можно я повернусь назад я посмотрю понял что я то сижу я то сижу не думаю ни о чем вот я просто извините ради бога я почему об этом вспомнил пока сидел не думаю я сидел спокойно но когда вспомнил когда я падал назад а я сижу и думаю боже мой а сказать ну вы-то понятно представляешь вот так полетишь и в случае чего я тебя такая перебивочка небольшая да я пойду я пойду я не лазерманный разговор и я грубо говоря завладел до ситуации то есть я не молодец все хорошо правильно правильно я не даю вам высказать нормально нормально также например рассказать и тебе саша рассказать намного у вас жизнь интереснее нас еще не было нет 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 еще раз говори здорово все все хорошо все ничего что я шишло все равно что ты все отводу все отлично давай у человека этот рот один на ухо 2 поэтому я возьму этот сам ну здрасте для тебя хозяйка вот часто я вижу люди приезжают москвичики на самые за гор на рву цветы целый букет а возвращаются там до электричка и километр ходьбы и выбрасывают а зачем жевать то чтоб выбрасывать я не понимаю логе логика такая ну уж на рвали возьмите себе а многие цветы из красной книги даже там пишут специально в лесу таблички а человек конечно горожане на узкие рамки сам себя задание если человек если человек лишен гармонии на и всем дело и не может найти гармонию в себе с окружающих миром так вот естественно это прорывается даже все вот эти маньяки так вот они просто не могут найти гармонию они не могут вот найти гармонию и поэтому вот так пример они видят это уже психоз это уже психическое расстройство это это уже это клиника грубо говоря просто потеря гармонии ну или психиатры говорили стопроцентный 53 ребята мы оторвались от окружающего мира мужа и бетонные муравейники человейники так мы ушли в бетонные человейники так нам тесно нам действительно тесно мы спальные разъема нас нас раздражают окружающих потому что соседи сверху шумят заливают соседи снизу там все мы живем в состоянии стресса в городе так все мы ушли от природы мы одородились уровнем комфорта так вот и действительно так гиппократ говорил лечится природа человек привык там таблеточку съесть но это только верхушка альберга надо найти причину болезни тоже гиппократ говорил что это гимнастика и все эти лекарства просто заменят в общем дело но ни одно лекарство не заменит гимнастика гиподинамия кто несколько поколений в городе живет я читал исследования это зрение дорогого нерва психика и это эритроцитов меньше его кости то раньше если я по себе поэтому сейчас наблюдается противоток кто несколько поколений в городе живет они стараются на природу дачу там в лес а кто в провинции живет в город придется деньги заработать даже энергетика так смотрите на острове какая энергетика прет так все излучает что-то вот это самое деревья дает не только озон кислород а энергетику и рога неизвестные нам просто подойди вот так есть до взаимодействовать за у меня есть у меня есть место так вот но в частности не что я понимаю что прет энергетика но я ее не воспринимают и после мне в голову так вот это женская энергетика и вот выезжаю но это уже частности вот я нашел себе дерево так вот энергетически я босиком раздеваюсь обхватываю представляю что я день опять это частности и действительно питает тебе я чувствую я чувствую как что по мне так по нему идет и по мне идет также энергетика в больших городах мы решили они этого ничего мы изолированы земли надо надо грубо говоря помните так прикасаешься к человеку от тебя электрическим током как батарейка ты это электричество в тебе так она разряжается ты не можешь землю вот этого грубо говоря это это чисто электричество кроме 3000 здесь еще вот так вот то что мы знаем биополя и то что мы не знаю потому что и то что биополя аура это тут то что еще мы слава богу науку доказали установить согласилась но это раньше это было в психушку слава богу что наука согласилась у есть и аура есть и биополе все нас бы 20 лет назад ребята все вы психушку уже давно бы засунулись нашими разговорами то что мы сейчас были все бы в психушку до прямые наука не открывает ничего наука только доказывает то что существует вот подтверждает а то что не может доказать за счет того нету так если мы не можем это доказать я когда-то записывал лекцию серёжа сидоренко духовные мыши речей таня он окончил этот фитфак в таллине прекрасные лекции ставил камеру на штатив и два раза в неделю по полтора часа и распечатки вот как-нибудь надо привести показать и и и и юрий и юрий владимирович а мы как-нибудь с тобой а ты москвич пожалуйста приезжайте ко мне я сейчас разгребу да мне что куда же мне с этого острова деться он за меня держит я же без него зале трат я же без него и и и ему без меня скучно будет я же недавно я ведь я часто в каузской области бываю и там один мужчина который был в афгане он преподаватель бывший директор школу и он суток патриотический музей и детей по ходу будет а недавно я ему всякой же всячину привез а жена сказал он не помоему так говорю вот мой адрес я освобождаю одну комнату от меня 7 минут как бы ботинской больнице пусть воздображивающие ребята ко мне приходит кто без руки кто без знаете я знаю как саша саша прошу вот кирпич и ржей чисто мою так вот кем будет это надо ли тему войны давай вот честь мы решили тогда мы кстати говорили сюда договорились тему войны потому что она очень болезненно она очень болезненно да да вот вы знаете вот такая тема тоже то о чем мы говорим с вами интересная тема вот стресса ну вы знаете стресс канадец я помню это его я забыл я забыл уже но мы уже многое знаем забыл и к сожалению но я знаю что это канадец дело не в этом стресс как человек вот я знаю вот такой вид что японцы прежде чем помидоры сажать они бьют специально потому что растение испытывает стресс после того когда они побьют они начинают пышно пышно расти также и человек который испытывает стресс а и без стресса не может и ничего существующие живое живое существующие не может существовать не может без стресса это наверное близко к этим болезням сейчас говорим потому что все говорят что человек закаляется в своих страданиях когда он страдает он испытывает что-то происходит закалка смотрите какая ну вот когда люди прошли какие-то испытания я имею ввиду жизненные испытания в жизни тоже у всех какие-то страдания бывают правильно они как правило потом становится только умнее так скажем так сказать если это интересно тебе можем продолжить ее нет можем не продолжать это очень хорошо том что я профессионал давайте потемки будет не я профессионал я профессию выслуживаю тем более тем более а как бы надо держать полный смоток страдания нужно будет и это стресс по силам это очень хорошо я перед отвезда разговаривал с одним это капитаном полиции и он говорит вот нас не любят а почему не любят пьяные 10 человек а я им там пинка подзадал а если я им не дам они напьются друг другу бутылками будут бить и по ножу вот это маленький стресс пинка дал и они разбежались это убивать их не надо стрелять их не надо вот это вот так сказать чтобы люди поняли поэтому действительно нам какая-то болезнь дается тебе надо прямо эти а ты все время налево это тебе звоночник саша ты пошел не туда надо правильно и все мама мы думаем обмануть тебя вот я одну казачку знаю краснодаровском крае бабка у нее два класса образование церковной приказкой школы она показывает объема не откупишься от него то есть и грешит ему дается болезнь а он думает операцию уколы таблеточки это самообман у меня была книга профессора мошковского 950 страниц укола таблетки я как всегда написал одной знакомой она пристала в контейнер не все это это антинаука это не наука это человек впадает в иллюзию и будет еще больше грешить и человека подлещет а он опять там и прелюбодействовать будет это драться наркотики принимать но так чтобы раз и навсегда вот бросил вот я курил курил а восемьдесят первом году я в клинике не бросил лечили меня голодами три дня голодал и в это время курина а вот и на голодание меня потряшло все бросил все вот это стресс был причем врачи удивлялись как ты так бросил курить а вот так вот бросила все они сами этого не поднимут а если я 10 дней голодал еще бы больше результат но тут матушка пришла и врачу строил скандал нельзя его так сказать а не надо вмешиваться тогда в клинике неврозов прекрасный врач был когда он ездил в индию и привез дыхательную гимнастику и лохаткой йогу лариса беременна преподобала лохаткой йогу а татьяна владимировна дыхательная гимнастика и гулкова для антонина ивановна уже стала вести юрий иванович а вот и тренинг этого достаточно никаких таблеток не надо и это родителям окружающим не надо вмешать она во многом помешала мне да да ну вот вы будут это пусть специалист когда-то еще раз повторяю профессионал он не тот кто знает больше всех а тот кто получает за это деньги да конечно если кто-нибудь будет видеть кто-то посмотрит на видео посмотрит настоятельное рекомендую самойлов основы личной безопасности вот если бы эта книга попалась мне лет то хотя бы 40 лет назад много бы изменился и я многому научил был другие вот самойлов основы личной безопасности там все написано про стресс а так в принципе да стресс время голова человек попадая не при даже не опасно в непривычную для себя ситуацию уже не в это стресс вот например представьте так вот сейчас какого-нибудь бедуина или бербера который привык на то самое посадить его на мой катер нормальный так и пустите лаву полады это будет стресс также представьте нас так вот сейчас взять так вот одеть меховые шубы все и пустить например вот это жить в этот самый герангу или выгулка для них это нормально так для нас то есть человек попав необычную ситуацию непривычную ситуацию сразу автоматически считать ее опасно и начинает мозг грубо говоря так или пениц подает сигнал подает сигнал тревоги надо что-то делать значит идет биохимия так вот адреналин адреналин выброс так гормонов так вот организм надо что-то делать или защищайся или беги и все организм раскачивается организм раскачивается и первое что делает так вот спиной мозг берет руководство себя и отключает голову полностью так у тебя потеря слуха туннельное зрение так ты даже не не можешь понять туннельное зрение это когда в состоянии опасности у тебя схлапывается зрение ты видишь фрагменты память отключается полностью моторика отключается полностью и состояние стресса глупо ну тобой руководят инстинкты с природным голова не работает голова подняв панику тихо спокойно уходит на покой когда когда состояние становится действительно опасности мозг вообще отключается человек грубо говоря или ступор впадает или теряет сознание и разбирайтесь со мной как я панику поднял все так я испугался все я в своей черепной коробке спрятаться а вы там творите и работать приходится гормоном работать приходится спинном мозгу нашим инстинктам нашим навыкам и все остальное вот состояние стресса состояние стресса надумано да это маятник да спортсмены спортсмены экстремальщики то они маятника раскачивают они привык привыкают состояние стресса отодвигают так чтобы голова не мешал и так то есть голова когда начинает паника уже парень подожди мы год назад спускались по этой же речке так и было также тяжело так что ты что ты паникуешь не мешайте также основа любого единоборства так но особенно китайская школа как состояние тихой глади к состоянии воды меня не волнует противник меня не волнует все состоять успокоить мозг состояние стресса просто чтоб мозг не мешался мозг мне нужно состояние стресса того чтобы хорошо работали уши хорошо работали глаза но если пока мой мозг будет переваривать например так вот сигнал опасности терять доли секунды так в это время головной мозг так уже предпринят какие-то автоматические действия я умрекаюсь но здесь ты сказал профессионал я до того слова то я хочу добавить дело в том что это я говорю свое мнение я только вам вопрос создаю но и у мнении тоже я вы обратили внимание я уже сколько все молчу слава богу это борьба над собой это борьба над собой вообще и какие-тоτелыни дело в том что поднять за стресса более широкая хочу сказать я пример приведу очень простой это тоже стресс это не обязательно опасность какая то не обязательно опасность то вот чем дело у меня сломалась удилище у меня стресс удилище сломалась у меня стресс колоссальный. Я не знаю, что делать. У меня ощущение такое было, что жизнь кончилась, всё. А мне хочется рыбу половить. Это на более широкое понятие. Это не только опасность. Это более широкое понятие. Да, это всё нормально. Это жизнь. Юлочка, я только это и хотел добавить. Больше ничего. Но ты потом сам это сказал. Когда стал о борьбе говорить, там не обязательно опасность. Просто ты работал в этом направлении, и был связан с опасностью. Стресс связан с опасностью. Но на самом деле стресс это боли. Это не обязательно опасность. Это всё что угодно. Слушай, тогда стресс это основа жизни. Да? Так и есть. Если из него не может быть ничего без стресса. Грубо говоря, на самом... Это самое... Для того, чтобы заставить мышцу сократиться, посылается... На окончании посылает удар током. Это одно и то же. Да. Под ударе тока, тока мышца сокращается. Если организм любой, так вот, в стерильный... Я поправлю тебе это всё. В стерильный и комфортные условия, так вот, посадить, так вот. Конечно. Так он, грубо говоря, он выродится, он умрёт. Конечно. Стресса человек не может. И любое живое существо не может существовать. Что воспринимать стрессом? Просто, грубо говоря, ну, ответ на какие-то раздражители. Да. На раздражители какие-то. Совершенно верно. Идёт раздражитель и нервы, мышца сокращается. Это я хотел просто добавить. Вот, да. Мы об одном говорили, да. Стресса, а мы-то куда ушли, да? Да, да, да. Мы об одном, конечно, говорили, да. Так это всё, конечно, это одно и то же, да. Вы знаете, есть что-то ещё по поводу стресса? Вот, я знаю, вот на эту тему вообще сказать. Я есть, что вам сказать, но я слишком много говорю. Ничего страшного. Нет, ничего страшного. Дальше, может, ухо-то два. Дальше частности пойдёт. Ничего страшного. Саша, хочешь сказать, давай? Ну, я буду в путь встречаю. Да, Юш. Нет, дальше уже частности. Хорошо. Хорошо, хорошо. Это интересно вот. Это интересно, да. Частности, это интересно. Я могу... Ребят, ну, если я специалист, я занимался... Ну, конечно, правильно, мы с удовольствием. Если я, грубо говоря, в вооружённых силах занимался именно адаптацией, именно подготовкой, именно моральной подготовкой, психологической действия, ну, в экстремальных условиях. Ну, это будет частности. Это потому что я скажу то, что я знаю, а мне надо то, что я не знаю узнать. Вот в чём дело. Да, да, да. Это частности. Ну, ничего, это... Основу мы сделали, так вот. Это специалисты, это как раз... Ну, в чём дело, я же тоже готовил разные... И одному нужно вот именно эти знания, именно эти... А вам, грубо говоря, эти знания лишние будут, они не применимы. Мне интересно на философскую муру, мне всё... Только на философскую муру, да. Интересно. Ну, и чё, одному лишнюю... Хорошо, понимаете, вот состояние стресса, вот даже... Я, может, отвлекусь, так же, ну, вот. Очень интересная вещь. Вот человек останавливается сердце, так вот, ну, его запускают, продолжают работать. Хотя вот, в принципе, оно отказалось, понятно. И оно продолжает работать. Нет, бывает и второй раз, но это когда уже... И оно продолжает работать. И человек в стрессовой ситуации, он борется за свою жизнь. И подключает такие резервы, которые всё. Но стоит человеку, грубо говоря, успокоиться, так, оно накапливает. У людей помирают, по статистике, так, я специально интересовался, попав в больницу. То есть вот он, грубо говоря, попал, всё, он расслабился, он перестаёт бороться за свою жизнь. Хороший доктор сделает укол, даст мне таблеточку. И вообще забота о моём здоровье, грубо говоря, это уже не моя забота, а забота доброго доктора. Всё. И он расслабляется, и прекратится. И вот в этот момент, да, вот организм умирает. Он заботой о своём здоровье, о своей жизни, грубо говоря, он педаёв руки думает. Они опытнее, они умнее, у них таблетки, у них у кого. У них диплом есть, да, у них диплом нет, всё. И пусть они думают, а я буду вот так вот, раскрыв рот, посмотреть. И это всё, правильно? Извините, конечно, я вот в частности... Да, всё правильно. Да, если бы в своё время, грубо говоря, я поверил врачам, специалистам. Кстати, один после приехал, так вот, привезли его специалисты. Ну, всё же, знаете, в нашей, это самое, всё по знакомству, всё через друзей. Ну, чё у греха дает. Естественно, через друзей всё. Естественно, эти друзья после так вот, не говоря, профессору, так, привезли сюда, так, года через два, так. У меня, конечно, не такой был шикарный вид. Он у меня сможет гуркает. А я думал, ты... Вот так, да. А я говорю, а я думал, так вот, а ты пошутил, так. И мы с ним так, извините, нажрали. Да, да, да. За повесткой медицины. Одинаково, конечно. Так вот, если бы я им поверил, сдался, грубо говоря. Ну, всё. Нет, это нормально, это, вот, согласно, так. Я просто так вот, ну, как, решил, я всё умирать, так. Ну, умирать, вот, не в больничной палате, так, с клизмой, гладницей, так. А умирать достойно, хорошо, вот. Конечно. Нормально. Конечно, нормально, да. Естественно, так, организм, организм бунтовал, так. Это мы с вами о смерти заговорили, я хотел. О смысле смерти, да. Ну, тогда пить. Ну, в принципе, это да, да. И вот, ты знаешь, дело доходило до того, что я уже вот так вот на карачках, так, вот, под полскотки, так, воткнул, так, вот, это самое, нож в лодку, в лодку, в лодку, так, вот, и сказал, всё. Потому что, видите, состояние такое, вот, сейчас вот погружусь, съезжу, так, и в больничку, в больничку, в больничку, в больничку. Утром встал, так, думая, ёб, ставить лодку-то клеить надо. А потом сказал, нифига тебе, так вот. И вот так вот, потихонечку, потихонечку, полегонечку, выхода, то есть поставил себе без выхода. Но опять я о своём личном. Бывают такие выходы, так. Одно слово можно? Я тогда добавлю одно слово. У меня один приятель, мой хороший знакомый, очень дорог, друзья мы с ним. Ну и вот как-то, ну тоже о здоровье говорим, нам же всё-таки, когда человек молодой, он не думает, всё, ну, кажется, ничего не болит и всё нормально. А когда человек уже в возрасте, конечно, он уже, что-то бывает болит, сердце прихватывает, вот мы с ним разговариваем по поводу сердца. Да знаешь, у меня бывает, говорит, такое, вот когда очень начинается как-то, ну человек же не переживает как-то, он говорит, да, а что ты делаешь? Я говорю, я делаю, я стараюсь как-то осторожненько, осторожненько, как-то лечь на бок, не на сторону сердца, на другую сторону, и потом успокаиваюсь и засыпаю. Он мне отвечает, ты что, он говорит, я говорю, что такое? Он говорит, я боюсь умереть, он говорит, я по поводу сердца. Я говорю, это наоборот счастье во сне умереть. Я и тогда уж добавлю туда к этому, у меня была недавняя история по поводу сердца, тоже. История была, я Саше говорил про это, когда я в ванной был, я не знал, что оказывается в ванной, ну в ванной у тебя здесь ванной нет, а в Питере, когда, значит, холодно очень, на улице пришел, ну люблю в ванной, я в горячей воде, там нормально встаю, это было три четыре года назад, вылезаю из ванной, ну голый я, значит, один живу, вылезаю из ванной, и надо поправить, у меня алпало где-то, навесочка висит, я голову поднял, вдруг у меня в глазах потемнело, и я провалился в небытие в одну секунду. Все-таки вес у меня тоже приличный, где-то за 85, наверное, есть. Где-то под 90, наверное, ну, исходя из роста и так далее. Вот. Когда я в себя пришел, вот ты, все, то, что вы говорили, я все совсем согласен, и, наверное, и в будущем, скорее всего, будет согласен. Пришел, значит, открывая глаза, лежу на полу в ванной, вот лежу рядом с трубой, смотрю, весь в крови, весь в крови, все. Я совершенно, я попытался встать, сил нет встать. Я потом понял, сердце остановилось встать. Я потом уже это понял, я скажу, почему. Вот, сердце остановилось. Я продолжал встать, ну, я спокойно, совершенно спокойно к этому отнесся. Думаю, ну, полежу, да и все, кто мне мешает. Полежу, у меня, знаете, настолько, говорю, лежу спокойно, полежал где-то, я не знаю, сколько полежал, ну, наверное, может быть, 15-20-30 минут, и потом, значит, в день, как в другую комнату я дополз, лег, у меня, к счастью, кровь у меня не сворачивается, потому что я вина, прямо говорю, вина много пил, вот это вот, ну, на меня вино хорошо навлияет на это, на это тема другая, ладно. Ну, долго, значит, кровь, ну, полежал минут 20, все, потом я себя снял, не стал нигде показывать, чтобы люди не испугались, потому что побили, да не побили, но мог и умереть, вообще-то, честно говоря. И только потом, значит, я с своим товарищем разговариваю, он мне говорит, что, Саша, да ни в коем случае нельзя в горячей воде, чтобы сердце было ниже линии воды. И я потом уже, меряя давления, понял. Мне осталось, как в случае исследования своего организма, у меня нет никакой неоритмии, ничего, но однажды я решил, ну, попробовать, горячую ванну принял, и смерю, а сердце тук-тук и останавливается, тук-тук и останавливается. Вот я вот это хотел сказать. Так вот, я часто думаю, боже, да остался бы там, не знаю, абсолютно спокойно к этому отношусь, у меня нету чувства, потому что я верующий человек, я верю в бессмертия души, верю. Я, извините, вот я хотел, вот это я сказал, вот это я пережил, это я знаю. Я спокойно отнесся к этому, то, что произошло, совершенно спокойно. Извините, ради бога, ребят, я перебил вас, да. Это я тут, это самое, двость программ и всех перебиваю. Нормально, ничего. Сашенька, что-то хочется? Я одно время тоже пользовался этими гонами, конечно, не до уровня сердца, набирал разные травы, заваривал, доводил до кипения, отставлял на 10 часов, и потом вот наливал и сидел так обмывался. А теперь просто холодным духом пользуюсь. Мне в жеке говорят, а что, горячая вода не нужна? Не нужна. Холод заканивает и лечит. Это Порфирий Иванов говорил, у которого четыре класса образовали. Знаменитый Амстрон, который написал книгу по винатерапии «Живая вода», он говорит, я не понимаю, для человека самое дорогое здоровье, а он доверяет врачу, чужому человеку. Зачем это тебе надо? И я много врачей переведал, но запомнил одного. Когда работал на мосфильме, нам по нескольку лету добавили. Потому что конец апреля, в командировку до середины октября. А зимой иногда добавили. И вот я в марте месяце 83-го года поехал в Геленджик. Думаю, когда я куплю кусок за 50 рублей в пансионат «Кавказ». А там прекрасный врач 75-летний Николай Николай Кондорный. Он нам читал лекции. 85-летний АБО-терапевт, а потом стал хаткой дёгом и психотерапевтом. Он сказал, никто не даст вам исцеления, ни бог, ни врачи, ни герои. Добьёмся его выздоровления, свои уны, глаза. У нас транспорт, гипноз – это первый кирпичит здоровье, это зерно. На лекции антиалкоголь читал Иосиф Яковлевич Гизбук. И там кто-то из обеспечающих, все, конечно, больные, он говорил, а как же культура питья, там, те же мараули, там, коньяк армянский. Гизбук сказал, просто пьете, потому что там ц2-5 варь. Какое бы вкусное вино ни было, это идет во вред. Хоть ты тройной пьешь. У нашей на Камчатке тройной-то дорогой был, и это 90 копеек, а солдат-то получает 2,80, а макета – 66, а кормленный гвоздика – 57. И я даже видел, ребята, буталин на черный клеп, кочегарку на лопатку, и как-то они это пробовали у меня. Я-то не пробовал. Вот так, ребята, человек ищет наслаждение себя, наслаждение. Он затронул… А потом вот и палкой по голове ему идет, я не болею. Все-таки я должен тоже что-то сказать. Он затронул очень интересную тему, на самом деле. Саженька, ты сам ее затронул, я ее не хотел трогать, эту тему, но я-то ее затронул, я должен обязательно здесь слово сказать. А Баська слушает. Обязательно. Ничего страшного. Я считаю, что можно все темы обсуждать, ничего здесь такого нет. Я думаю, что каждый имеет право вести себя как хочется, это не имеет никакого значения. Он затронул тему, значит, я знаю, он меня там не скрывает, он наоборот делает, что он мочью пьет, он ей обливается и так далее и так далее. Или он болит? Ну, по Малахову, да. Я хочу свое мнение по этому поводу сказать. Когда человеку не может, у него денег нет, медицина ему помочь не может, а таких случаев очень много, когда, ну, не знает, почему человек болен. Человек на все способен для того, чтобы для вот именно стресса, для выживания, вот как ты и говоришь, чтобы выжить. Я прошел это все, я пил мочу, было, потому что я не мог, ну, я не мог нигде ничего, ну, я могу, можно долго и не надо о болезни говорить, конечно, но я мог. Я прошел все это. Не буду долго рассказывать, одно хочу сказать потом, когда я понял, что надо, я сожалею об этом, что я это делал, потому что на самом деле надо просто поменять свой образ жизни и все. В любой стрессовой ситуации, рак там, не рак, надо полностью поменять весь свой образ жизни. Что его и сделал, когда у него случилось вот это, он поменял свой образ жизни полностью и это его выручило. Я так считаю, я не знаю, может быть я не прав, может я не прав. Я знаю случаи, когда люди, у них был рак, они последние деньги едут в путешествия, продают все, едут куда-то в художественное путешествие и все проходит, да. Я думаю, что человек создан все-таки не для того, чтобы мочу пить и чтобы ей обтираться, это мое глубокое убеждение, не говоря о том, что если еще он будет на виду это всех делать, тогда наша жизнь превращается, мы все-таки на земле живем. И наша жизнь превращается тогда в какой-то, извините, в туалет вообще-то превращается. Человек это духовное сознание, там нету никакой мочи, куда я говорю, там в квантовом мире нет, куда мы хотим прийти. Поэтому у меня другая точка зрения, я близкинул свою точку зрения. Вот и все. Она имеет право. Она имеет право на существование, да. Она имеет право на существование, да. Пожалуйста, пожалуйста. Я 20 лет благодаря этому живу совсем другую. Молышка зрения. Я хочу еще... Ты имеешь право. Ты имеешь право. Имеешь право, имеешь право. Я поэтому ничего, я вызвал другое. Даже до наших пор сохранилось это на грешском кладбище опитации. Ты выживаешь. Я не знаю, что врачом, потому я здесь. Вот и все. На тот же вид. Ну, да, ребят, ну, давайте только в другую сторону ездить. Да, да. Ну, на секундочку. Я не хочу эту тему. Да, да. Когда люди отказываются от, грубо говоря, медицинского, хорошего или полкового, и ходят в знахарство. И идут, грубо говоря, не к врачу, а к бабке. Гораздо лучше. Да, да, да. Гораздо лучше. В единичных случаях. В единичных случаях. Да, но не всегда. Да, и не всегда. Да, да. Где-то посередине. Да, да. Где-то посередине лежит это, да. Ну, давайте так. То есть, грубо говоря, как вам сказать. Даже я вот, я стараюсь забыть обо всем этом. И вот, если честно сказать, воспоминание своих болячков для меня это, ну, стрессовая ситуация. Но, вот, так как у меня была подготовка, так как я, грубо говоря, был специалистом, так как у меня, ну, в остальном, кроме башки, так, вот, тело было, так, я смог это преодолеть. Если бы, грубо говоря, не физическая подготовка, если бы не моральная подготовка, не психологическая, я бы действительно сдох. То есть, я, на что-то я опирался, так, все-таки, я верил, ну, верил, что, вот, одна башка ничего не решает, тело, вот. Ну, поэтому, да, действительно, так. Если, грубо говоря, у тебя организм здоровый, так, вот, ну, веряя, ну, с какой-то болячкой ты можешь решить эту проблему. Но если организм больной весь, так, вот, и ты психологически к этому не готов. И, ну, ну... 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 А так человек может все. Я в Алабаторе видел этих самых буддистских монахов, в сорок градусов мороза, я в шахте, в кинели. Так, горячим полушубки, все. А они идут в сандаликах, так вот, простых этих, кимоно, так вот, с голыми бритыми головами, 40 грамм, от них даже пара не идёт, от них не идёт даже пара, то есть, грубо говоря, вот, не так, вот они в той среде обитания, в которой они есть, так, и не сказал бы, чтобы было бы. Мне кажется, можно Саше дать слово, потому что это человек, который я, сейчас я только два вопроса, он сейчас сам об этом скажет, потому что мы когда с ним познакомились, он меня тогда поразил этим, поразил тем, что был 20-градусный мороз или 25, у меня даже фотографии есть, когда вместе с Ольгом Николаевичем Камайном, сыном его первого героя Советского Союза, мы на улице с ним стоим, он в одной рубашке, мы стоим, 20 градусов мороза было, и потом он зимой ходил босиком по Москве, ему запретили ходить в метро, сказали, вы знаете, говорит, это, ну вот, Саженька, расскажи об этом, ты же, ты же это прошёл, 9 зим в одной рубашке ходил, в одной рубашке ходил, в одной рубашке ходил, зимой, и никто мне не запрещал, зимой никто не запрещал. А что я, я, я не пьяный, никого не царапаю, не кусаю, поэтому полиция, тогда милиция была, нормально к этому относилась, очень хорошо сказал герой Советского Союза покрытия. Он же физически сильно развит был, а если бы я не был развит, я не выдержал бы столько выйти в боёв, я бы не сбил бы столько в райских самолётов, если я был хиляком. А ещё один известный человек говорил, каждый день не уклоняйтесь от фигурятки, никаких уступок в сверху, каждое упражнение проделывайте по 10 раз, это очень важно. Это сказал Ульянов Ленин. Вот и всё. От Ленина надо хорошее брать. Если бы он слабый был, он бы не сделал бы ничего. У нас интересная вообще беседа, вообще очень интересная. Я даже читал Женевское озеро, Снег, Град, и он там ходит, а Крупской поташли, мужик-то потонет. Она говорит, этого ничего не будет, он закалюван. Вот и всё. А если в селе от мальчика был, дунешь, и он и пойдёт. Слушай, я это, нет, я дедовку Ленина уважаю, но этого я не знаю. Много хорошего говорила. И всё, вам много. Да. Вот смотришь, Саш, мы хотели развернуты всё-таки, да, тема затронута, а ты специалист по... как тебе сказать? Именно... По эзотерическим. Да, по эзотерическим. По эзотерике. По эзотерике, да, по эзотерике. Взгляд внутрь себя, эзотерика, да. Да, взгляд внутрь себя, правильно. Ну, самая ценная природа даёт бесплатно. Травы бесплатно, воздух, пранаяма, дыхательная праздник, вода бесплатная. Она такая щедрая. Так, возьми меня. Вот я, смотри, я красивый. Вот гриб. Посмотри, я какой красивый. Вот что тебе надо? Травка, это тебе от желудка, так, это от головы, это для того, так. Всё есть, так. Возьми эту травку. Всё, так, вот. Это у меня традиция. В 12 часов я отбиваю склянки, но сегодня... Да, так мы бы выиграли, могли бы, можем остановить. Нет, всё, прошло, прошло. Просто я... Потому что, мне кажется, ему уже больше часа, наверно. Ну, мы хоть можем ещё сколько угодно подать. Нет, нет, нет. Даже в Краснодарском крае у меня, друзья, кто на природе живёт, вот у человека заболевание сердца, и на огороде появляются пустыни. То есть, вот пока это взаимосвязь, но это надо, так сказать, проверять этого. Да, ну, всё, мы же не оспариваем присутствие Бога и Ангела-Хранителя. Да, конечно. Слушай, он тоже за нами наблюдает. Мы же тут единое целое. Да, и тоже нам помогает. Вот так вот. Действительно, так вот. Заболело сердце, пустынику выросло. Ну, чем могу, тем помогу, так вот. А если мы будем неправильно себя вести? Земля-то, она живая, она встряхнётся, и всё. Ну, и Земля-то... Да, и Земля-то единый организм взаимосвязанных. Это пищевые цепочки, где, в принципе, всё вот так вот. И мы, когда уходим так вот, в землю так вот, тоже продолжаем пищевую цепочку, разлагаемся, и рождается новая жизнь, так, на наших костях. Но сфера Вернадского, это ещё давно был, ещё до войны, Вернадский писал, Ну, это учёные-мужи. Учёные-мужи, там дело в деньгах, так вот. Одно дело, одно дело, так вот, расчистить водоём, так, один, так. И второе дело, на эти же деньги, так, вот, построить ракету, улететь куда-то там, и всё. Это дело в деньгах, вот, супер. Кто заработает, так вот, на расчистке водоёма, так будет, или... Привет, путешественники! Удачи вам! Поплыли они! Вон они плавают, да, полуголные. Вот сколько много, полуголные, поплыли они. Сядь, мои, кстати, снимают, наверное, там камеры-то, я не знаю, видят она, не видят, да. Нет, это другие учёные могут... Молодцы, ребята! Что среднеазиатские реки надо в Каспий повернуть. Ну, ну, надо... А ещё, слышишь, и методом ядерных взрывов. Поворачивать-то хотели, так вот, атомными взрывами, так, канал сделаем, и повернём туда реки, да? Да, 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 с 5, 3, с 5, да. Ну, это, наверное, 10 специалистов по всем отраслям знаний, чтобы просчитать. Зачем, так? Зачем, Никита Сергеевич, так, кулаком по столу, так? И всё, да, да. Академик Лысенко, кстати, у академика Лысенко, народного академика, было 5 орденов Ленина. Вот так. Больше ни у кого не было 5 орденов Ленина. Это был Лысенко? Да. А, Лысенко, академик. Да, оказывается, вот этот большевик Сосновского, так вот, он с Кавказа завезён, так был, потому что он быстро растёт, а тут он, оказалось, ядовит. Там не ядовитый, а тут ядовитый оказался, так, вот его пересадили. Ну, сейчас с вами у нас как-то очень интересная тема новая возникает, я хочу сказать, очень интересная по поводу академика Лысенко, я хочу сказать. Да, да, вот академик Бавилов, который вот генетик, и основной, конечно, был народный академик Лысенко был. Ну-ка, наверное, он сделал много доброго, я так понимаю. Ну, вот его, я, вы знаете, вот тут... Нет, 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 несомненно, селекционные работы, так вот, и чё. Ну, помнишь, белая, извини, белая одежда. Да, белая одежда, Дуденцева, 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 совершенно верно, да. Да, ведь академик Лысенко как, он примерно говорил, вот если взять амбар, закрытый амбар полностью, с зерном, полностью вот его изолил, это эксперимент, там заведутся души. Вот народный академик Лысенко пострадал за генетику, я почему говорю, вот мы подходим ещё к генетике, тоже важно. Пострадал, конечно, Лавилов, который неизвестно где, мы с Ажей темой это обсуждали уже, вот нам интересно было генетике. Неизвестно где Мавилов. Я почему об этом говорю, в развитии, знаешь ты об этом или нет, очень уважаемый человек, это Пётр Горяев, который, похоже, его убили, похоже, его убили недавно, который работал, значит, ему, кстати, Горяев подарил эту книжку, вон у него лежит эта книжка, мы с ним обсуждали, да. Это синтез, или как, волновой геном, совершенно верно, да, очень интересная тема для обсуждения, но я, её надо, хотя бы, его надо было послушать для того, чтобы иметь там мнение, я только одно скажу про него, умнейший человек, умнейший просто, значит, он развил генетику до уровня, он называет это волновой генетикой. Такая волновая генетика, в двух словах хочу сказать, что если у Мавилов просто генетику откроет, что у нас гены, это уже все знают, вот эта спираль, это, ну, все читают, начитанные, знают, то волновая генетика, его основная мысль говорит о том, что гены, они не остаются, ну, постоянно, вот они в человеке, а гены тоже меняются. Зависит от того, они влияют на речь человека, то есть речь, когда речь человека, сквернословие и так далее, всё влияет на человека, то есть это более тонкие вещи. Но самое обидное то, что если в Википедии набрать, например, Академик Гиря, кстати, он работал в Канаде, в Америке, это ученый, это не просто самый там какой-то народный целитель, это ученый, который занимался экспериментами. Он такие проводил исследования, например, помещали, мышей помещали в закрытые абсолютно от космического излучения, ну, свинцовые такие, ну, закрытые, полностью удаленные, и они вырождались. Говорят о том, что всё живое взаимосвязано с космосом, но это надо доказывать, я имею в виду. А это не доказуемо, так. Нет, ну, почему, они же эксперименты проводили, проводили эксперименты. Слушай, мы действительно часть Земли, мы один организм. Так вот, про него пишут, что это шарлатан написано в Википедии, шарлатан сейчас, а будет время, потом будут вспоминать. Извините, я вынужден, хотел его вспомнить, просто говоря, его. Слушай, мы опять перескакиваем с темы. Слушай, человек, совершивший открытие, так вот, садится на это открытие, так, и становится пауком, так вот. И, грубо говоря, это его открытие, он с этого имеет звание, должность и всё остальное. И поэтому, если кто-то вылезает там сбоку, так, со своей, он ему просто мешает, он претендует, грубо говоря, на его блокополу. А, ну, я сейчас понял, о чём ты говоришь. Да, человек, достигший определённой бугра, начиная с этого бугра, так, всех остальных сталкиваешься. Я почему так не слушал, потому что сначала я не понял. Да, нет, да, да, так оно есть, конечно. Изначально, пока он шёл на этот бугор, он был... Это мы не прогоряв говорим, мы говорим о всех остальных. Да, а когда он дошёл, он мешает. Он мешает один. Он мешает. Да, извините, ради бога. Ну, вот, затронули генетику. У нас в кинофотоинституте работал один выпускник, этот, ГИКа, Юрий Петрович Пахитонович. Ну, и этот, это инженер среднего урока. Потом Никфе развалился, он пошёл на студию научно-популярных фильмов. Её практически нет. У него громадные комнаты, он создал музеи. Он мне целую лекцию прочитал, какие там исследования проводились. И в том числе там работала такая Елена Саркисовна Саачан. Она окончила биофаком, был, а потом в ГИК режиссёрской по научно-популярным фильмам. И она об этих репрессированных генетиках снимала фильм. И я в Тевер-Рязевском музее слушал только и видел её один фильм о генетике Рапопорте. Его жена профессор строила, была и так далее. Так вот, Юрий Петрович рассказывал, что она снимала эти фильмы, а директриса её обманула. Денег не заплатила. И Елена Саркисовна с горя скончалась. А родословная у Пахитонова. Его прапрадед брал хлебно. И по отцовской линии все родственники, это военные высоких чиновники были. А мать цыганка. Даже такое было. А я говорю, как уцелел тут в годы советской власти, если царские офицеры, там, полковники всякие, генералы были. Ну вот, уцелел. И пока не поздно, надо сходить просто. Я просто прослушал лекцию, а надо это всё записать, чтобы молодёжь приходила туда. Ну, Юрий, Юрий, я задумался. Да, да. Ребята, молодёжь. Молодёжь. Вот мы с вами говорим, мы думаем о них. А целая индустрия, прежде всего, производство, промышленность, всё это. Самое интересное, вот прошлое и позапрошлое министр образования, их много, так вот сейчас, так. Гамединского, примерно? Я, чё же, нет, не делаю. Он высказал мысль такую, от которой я, так вот, подумал, что это хорошее образование. Задача школы вырастить грамотного потребителя. И когда я его слышал, так вот, от министра образования, задача школы вырастить, так, грамотного потребителя, вот, вот, ужас. А о чём, если, грубо говоря, ну, весь мир ополчён, прежде всего, на молодёжь, так, вот, подменить понятия, подменить идеалы, решить любых идеалов, подменить понятия, так вот. И просто из неё сделать, ну, ну... Робота. Не робота, так вот, ну, послушную скотину. Белоробота. Потребитель. Белоробота. Потребитель, у которого не будет ни духовных, ни всё. Всё работает, посмотрите. Кинофильмы, так вот, музыка. Музыку я не трогаю, потому что музыка, это понятие ритма, это не другое. Ну, всё, вот, во что ты не возьмись, так, вот, всё работает в связке, в большой связке, так, ну, всё работает так, на то, чтобы просто, грубо говоря, ну, нашу молодёжь свести до такого. Нет, молодёжи нужно, так, поэтому для, грубо говоря, особо талантливых, так, вот, Сириус и всё остальное делают так, закрытые баторы такие, такие, для особо молодёжи. Ну, это штучные единицы, остальные быдло, пусть остаётся быдло. А штучные, надо бить, таланты надо бить, а куда же без таланта? Ну, тогда возникает вопрос к вам обоим, да, вопрос, и я потом тоже скажу. Так вот, Юрочка, ну да, боже мой, я, Саша, Юрочка, тогда вопрос возникает такой, а что ты считаешь, какая основная задача школы, в отличие? Конечно, он сказал, мне кажется, что ужас, это министр, это образование. Какая основная задача школы, как ты думаешь? Нет, ну, правильно, первое, значит, дать объём знаний, вот. Второе, развить мышление так, чтобы ты этим объёмом знаний мог пользоваться, оперировать этим объёмом знаний. Не то, чтобы они лежали у тебя, грубо говоря, так вот, ну, вот, а моральное и духовное воспитание, так вот, это прежде всего. Вы вспомните Пушкинский лицей, так вот, там же люди, так вот, выходили оттуда глубоко образованными, так, глубоко культурными. Ну, в принципе, грубо говоря, развить мозг, да, развить мозг, я согласен, так, школа, натренировать, так, вот, чтобы ты знал, хотя бы таблицу умножения, хорошо. А в остальном, это, вы извините, даже, может быть, это не к месту будет сказано, так, вот, ну, Гитлер, ну, когда начинал побеждать, так вот, с победами своей армии, так, я благодарен сержанта, что ли, на учителя. То есть, грубо говоря, вот, когда ты берешь этого, ты можешь из него вырастить, Гитлер Югин-то, так вот, и, грубо говоря, так вот, Олега Кашевого или кого-нибудь, так вот, это все, это пластилин, это пластилин, лепи из него, что хочешь. И задача, вернее, возможность учителя сделать, ты можешь, грубо говоря, лепить, как тебе требует министерство образования пользователя, а может раскрыть его духовный, а может показать парень, да не нужно. Нужна тебе, там, математика, поставлю тебе тройку, так, вот, да бог тебе, математика в твоей жизни не надо, я тебе укажу, потому что, ну, у тебя творческие способности к этому. Задача, это учитель первый стоит и, грубо говоря, проводит все лекции, отбор, так, вот, то есть, вот этот человек, ну, не нужна ему физика, ну, он лирит, так. То есть, способ показать, да не долбитый, ты, Кирилл, набрался лучше все свои усилия, направь туда, куда тебя, слушай, ну, это учитель, это святой человек. Он может этот комок глины рассмотреть вот тот росток и дать ему ту почву, где действительно рассветет тот, что есть человек. А у нас же большинство людей учатся, бог знает как, после выбирают все профессии совершенно случайно, после всю жизнь мучаются пока, потому что занимаются не своим делом. Не к тому, потому что в нужный момент учителя подтолкнуть, парень, вот твоя дорога, вот эта твоя дорога. Выседай, что самое хорошее в сердце. Да, ну, я так, тогда пару слов скажу по этому поводу. Когда ты начал это говорить самое, просто ты, я говорю о своей, о своем мироощущении просто и так далее. В математике есть понятие, как называется целевая функция вообще, это очень важное понятие, потому что целевая функция, она основная цель. Мы говорим сейчас о цели, цель школы, что она должна давать. Это, я абсолютно согласен, когда ты вторую часть стал говорить, я просто говорю более кратко и все. То же самое, что ты сказал, я говорю так обычно. Выявить способности человека, чтобы он работал, чтобы выявить его способности, что ему нравится, чтобы он и работал, и жил в своих способностях. Нравится рисование, человек должен этим заниматься. У него техническое, он в другом направлении должен заниматься. Он хочет писать стихи, например, это художественное направление, выявить способности. И в этом направлении. И не обязательно даже, чтобы это был большой объем знаний. Часто очень знания... Конечно, хорошо, вот у нас школа вся высшая, она в отличие, вы знаете, от любой европейской, американской школы, она имеет универсальный характер. Потому что у них более специализированно. Они... ну, если кто-то занимается, он очень узкий. Я считаю, что это наше достоинство, школа высшая вообще-то, в России было. Потому что на самом деле надо много знаний давать. Но все-таки выявить знания, чтобы направить человека, чтобы он ушел. Вот я, Саша, был удивлен, я спрашиваю, Саша, а ты пошел кино... Тебе же нравилось, когда киноинженер пошел, ему снимать нравилось. А получилось так в жизни, я снимаю, вот я не киноинженер, а он нет. Ну, я многое. Ну, извините, я вот несколько слов своих просто сказал. Это на самом деле полностью согласен. Когда ты закончил. Вначале вот у меня было, но вот уже четко было сформулировано. Мы идем разными путями к одной цели. Вот, вот, о чем я с этого начал. Чтобы разными путями идем к одной цели, да. Саша, какой человек? Завод закончился с киноинженера, мне нужен только 1%. 99% знаний не нужно оператору комбинированных схемок. Потом, вот вчера говорили там дифференциальные уравнения, интегральные учисления. Это мы с тобой говорили. На следующий год у нас будут детали механизма киноаппаратуры. Там только 2-3 формулы приводятся, остальное... Слушай, я таких и слов не знаю. Я перебью вас, так? Извините, ребят, личное, так? Ко мне приехал, ну, как я понял, преподаватель Петербургского университета, так вот. Он каждое лето уходит в плавание на байдарке и колесе. Я понял. Понятно. Кочерга там и так далее. Ну, по несколько. И он в это время думает, так вот. А вот у творческих людей ему это всё. И вот он приходит ко мне, так вот, ему надо выплеснуть, так вот. И он начинает какие-то формулы, какие-то всё, так вот. Ну, вот. Я думаю, извините, а мы со всеми на «ты». Ну, нормально, естественно. Ну, так и на природе, да, конечно. Я говорю, извини, я тебя не понимаю. Меня смотрят. Ну, дынче, ну, как студент. Он отвечал, ну, можно в высшее образование. Странно, что он это говорит вообще. Я бы тебе никогда это... Я наоборот говорю. Нет, нет, ну, он так, понимаешь, я говорю, не понимаю. Ваше высшее образование. Странно, странно, странно. Это такие профессора пошли, кстати. Нет, я говорю, у меня физкультурное образование. Ай, ну, человеку поделиться, вот, выплеснуть, так что я таких слов не знаю. Ну, он, ну, интеллект ночи на него, я бы никогда так говорил. Ну, это царская дворянина. Смешно. Старшка противоположный говорил, да. Это где-нибудь в армии царской два-три года послужит и в отставку. И едет в деревню, и крестьян эксплуатирует, морду им бьет. Ну, дворянина. И здесь тоже самое пичкают ненужными знаниями. Сейчас я расскажу одну японскую притчу про образование. Испытание рапира бандзё. У известного фехтовальщика сын был Матайюра Яглы, ленивый. Он отказался от своего сына. И сын поехал на гору в Футару, там знаменитый фехтовальщик Бандзё. Ну, хочу стать хорошим фехтовальщиком. Да ты же ничего не умеешь. Ну, он говорит, ну, я всю жизнь хотел стать фехтовальщиком. Можно я твоим преданным слугой буду? Ладно, говорит, а сколько я буду учиться? Ну, это остаток всей жизни. Он сказал, что 30 лет. Но он говорит, у меня отец старый. Я должен иногда приезжать к нему, помогать ему. И ты, учитель, говоришь, то 10 лет, то 30 лет. А учитель говорит, если кто-то хочет чего-то быстро достичь, как правило, ничего не получается. И ученик понял, что его упрекнули в невоздержанности. Ладно, хочу быть твоим преданным слугой. Учитель говорит, все, живи, учись у меня, но ни слова о фехтовании, не прикасайся к раппири. Год, два, третий год, ученик подметает, там у него этот стол, растелит и застевает постель, обед готовит, моет посуду, с лопатой в огороде работает учителю. Так прошло три года, он уже стал впадать в депрессию, искусство, которому он хотел научиться, он так еще и не приступал. Однажды, когда он мыл посуду, учитель подкрался к нему с деревянной раппирой и со всех сил ударил на постель. Ночью нападал, все время нападал, ученик все время находился в напряжении. И учитель, который никогда не смеялся, стал смеяться и в конце концов Матайору явно стал лучшим в пектакльском стране. Вот три года должно пройти. Другая притча. Из провинции приехала невзрачная девушка к одному дельможек. Ну, он говорит, давай мне это камни каскай с огорода. Она положит камень в корзину, песню поет, в другую там, ее били в том числе палкой по голове. Ладно, дадим тебе другую работу, воду таскать. Ведро на голове тащит и песню поет, опять ее били. Наконец, мельможина додела, он дал ей денег. В столицу написал князя, помоги ей. И она стала знаменитой певицей. Вот ее предназначение, это не камни таскать опять. Я люблю притчи Вольтера, очень люблю. Ну, ладно, я об этом не класс. И в древнем Китае шла некровопролитная война, где-то с собой воевала, кстати. И очень много денег тратилось на оборону, на музыку тратилось больше. С помощью музыки можно управлять народом. Пифагор, он совсем недавно жил-то. Эпоха деградации 5 тысяч лет на планете, известен точно день. Пифагор одновременно в двух местах находился. Слушал гармонии небесных стих. Руками останавливал гуру. Спал на циновке. Мед, яблоки ел. И на 16-летней фиане женился. Мальчика-девочка был хороший брак. Еще в Древней Индии знаменитый ситоризн был. Однажды к нему приходит богиня. Идем за мной. Идут, идут, куда ты меня ведешь. К яме подводит, смотри. А там люди без рук, без ног кувыркаются. Он говорит, что это такое? Она говорит, это твоя музыка. И он стал в совершенствовании. Ребят, музыка... Управлять людьми. Музыка, да. Музыка, это даже, грубо говоря, те вибрации, которые принимает организм. Так вот, и эти вибрации... А если музыка еще по душе, ты находишь свою музыку, ты попадаешь в эти вибрации даже чисто не акустически. Вот именно вибрации, она внутренне рождает. И внутреннюю гармонию. И она упорядочит хорошую музыку, упорядочит твою, грубо говоря, гармонию, которая в тебе есть. Ну, Саша, тут тебе слово. Ты у нас музыка. Нет, ну, я так тогда скажу. Вот пока мы здесь были, у меня здесь, значит, есть... Ну, меня приглашают очень много ВКонтакте. Очень много. Я не люблю ходить никуда, честно говоря. Ну, вот есть доктор Бау такой вот. Он умер. Значит, я был у него дома. Конечно, потрясающе интересно. Это человек, который хосписом, значит, с детьми. Он вызывает куклы тоже. Лечение с помощью кукол. Ну, и там собрались вот психотерапевты. Это когда меня потом пригласили, значит, в кафе. Память и Бау, потому что его уже два или три года нет. Ну, никак нечего. Добрейший, лучший человек. В центре Питера он жил. У него там башенка единственная, которая в башенку залезла. Весь Питер перед глазами. У него дома... Обязываются такие доспехи, значит. У него, ну, просто музей дома. Музей дома. И вот по поводу музыки, там и такой, Элькин такой, он пожилой, он и галый. Он тоже лечит музыкой, на самом деле. Но у меня вот возникает такой вопрос сразу. Я не стал там, потому что, ну, люди хорошие. На самом деле, конечно, музыка лечит. О чем говорить-то? Ну, это нет никаких противоречий, то, что я говорю, это нормально все. Но дело в том, что вот у меня одно ухо не слышит, а люди вообще есть, вообще не слышат, например. То есть без музыки тоже можно, люди живут, и без музыки живут. У них какая-то музыка космическая, может быть, мы не знаем, какая у них музыка в голове-то, да. Да, но я, я просто говорю, да. А если люди не видят, то кто-то говорит, вот это приводит. Ну, Жаль, подожди, я перебью, я, это, не исключаю. По-моему, Биткоин был глухой. Да, 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 да. У них мачехи, видите? Да, 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 совершенно верно. И писал музыку. Да, но глуха-то бывает, она бывает, она, вот я всегда слышал. Я внезапно вдруг, я, мне извините, мне вдруг говорят, что бабах, оказывается у меня ухо одно не слышит. Я поэтому сейчас, когда кто-то кричит, я не понимаю, то ли там, то ли там. То есть это одно ухо. И, кстати, один глаз не видит с детства у меня. Да, практически Я всю жизнь в очках ходил вообще-то Сейчас без очков Смотрите, хожу нормально Хожу нормально, без очков Все, с вами разговариваю Одним глазом вижу даже поплавок Когда поплавок, там плавает Я к тому, что не все, на самом деле, так однозначно Потому что музыка Мы же не знаем у глухого, что у него в голове-то Какие ощущения его Конечно, все это существует И, конечно, музыка влияет И, конечно, она успокаивает Но это все не столь... Мы не все можем понять Кстати, следующее Вот по поводу зрения Тогда это тоже орган У меня отец дальтоник, например, был И мы когда ходили, собирали грибы Он просто принесет кучу корзиня Кучу грибов разных И мы половину выбрасывали Он цвет не разрешает Он не понимает гриб же Как уехала художница она И вот мы идем Конечно, художник по-другому Видит все У него другая цветопередача То есть это не так просто А кто-то вообще с детства У него слуха нет, например Он ходит, у него вообще слуха нет Поэтому правильно Кому надо Один понимает музыку Другой не понимает Один ее может создать Другой не может Есть исполнительское искусство Все эти вопросы очень интересные Да, извините, я много говорю Ну, что... Можно еще мог бы... Мне, на самом деле, конечно, приятно было Самому бы поговорить очень многое Потому что в тот раз, когда говорили У меня много было... Ну, я над собой работал Я работал над собой Я себя так пытался дожать Но сейчас вот, ну, решили, поговорили Мне кажется, может быть, нам на этом пока достаточно Мы еще раз соберемся с вами Еще раз подумаем Вы прям, может быть, выплеснуто было много Ну, интересно Мы поговорили, да Нам же уже не стал... Мы без повторов У нас повторов не было Саш, мы не на камеру работаем Мы... Да Мы выключим Мы будем продолжать Да, и можем продолжать, да Мне... Ну, сейчас я выключу тогда Сейчас уже будем продолжать И мы продолжим Да, и...